Мне надо настроить директ для такого интересного проекта. Сайт еще до конца не сделан, то есть нет ни домена, в принципе, ни черновой версии его, есть только дизайн. Ну, как и у большинства директологов, на самом деле, делаем просто наперед. Это обычная история. Поэтому, в первую очередь, я буду сейчас настраивать проект, по сути, под голую информацию. Это довольно такой интересный вариант. Естественно, я сегодня постараюсь сделать какую-то часть и не все. Поэтому, если интересно, можете присоединяться. Текс. Собственно, тема. Тема клининг. Назову ее клининг. 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 Это будет Москва и Московская область. Но это не просто клининг, а клининг... Ну, короче говоря, домов, коттеджей, плюс офисы. Надо будет все посмотреть. В общем, назову ее как-нибудь. Вот. Повторюсь, можете задавать вопросы свои, если у вас они есть. Начинаю, естественно, я, как всегда, с того, что в первом очереди я буду собирать маски ключей. Потому что без масок ключей нет никакого смысла двигаться дальше. Проанализировать нишу. Я уже проанализировал, сразу говорю. Особо сильно не буду на это делать акцент. У меня есть скетч, который можно, в принципе, сразу открыть. Там есть полный список наборов, во-первых, всех услуг и так далее. Мы сейчас к нему как раз двинем. Всех конкурентов я уже и так знаю. Эту тему настраиваю не первый раз, по сути. Поэтому не увидите у меня огонь в глазах и тому подобное. Ну, поэтому сразу же, по сути, переходим к ключам. И сразу же к нашему любимому Key Collector. Для того, чтобы просто собрать, напарсить ключей. В первую очередь. Ну, ладно. Давайте начнем с самого простого. Мы откроем просто скетч. Скетч, по сути, такого лендинга. Но он будет сделан в форме сайта. Так, сейчас мы его... Вот он, уборка коттеджа называется. Сразу же. Здрасте, господа. Сейчас я еще раз посмотрю. Может, я куда-нибудь... Если вдруг никто не пишет комментарий, то знайте, что мне страшно. Или я что-то туплю. Я, может быть, закрыл комментарий. Поэтому напишите куда-нибудь, если я закрыл комментарии. Вдруг вы куда-то их пишете. Вот. Ну, ладно. Так. Скетч. Вот у нас скетч. У нас такой вот он. Но нас не весь скетч не интересует. Нас интересуют только оказываемые услуги. Это уборка в коттеджах, квартирах, ресторанах. По-моему, последние только изменили. Но последние нас меньше всего интересует. Или я уже даже здесь изменил. Коттеджи, квартиры. Но квартиры, наверное, мы не будем парсить. Потому что это очень-очень сложно и геморройно. Мы... Почему? Потому что, во-первых, это очень конкурентная тематика. А у ребят ограниченный бюджет. Если бы у них был бюджет, словно, там, 300-400 в месяц, квартиры, мы бы сейчас сразу взяли и начали бы с них, наверное. Но нет. Мы будем с вами двигаться от коттеджей, домов, ресторанов и кафе, производственных помещений, ну и так далее. Ну, собственно, делаем все просто. В первую очередь открываем Wordstat. Наш любимый. Тем более, мы же для директа настраиваем. Клининг. Ну, в первую очередь мы будем собирать самое простое, что есть. А потом попробуем что-нибудь сложное. Клининг коттеджей, дешевый клининг, клининг дом. Клининговое агентство мы собирать не будем. Сразу говорю, если вы вдруг занимаетесь уборкой или что-нибудь такое, никогда не собирайте клининговое агентство, потому что обычные клиенты никогда такие запросы не вбивают. Просто по личному опыту настройки, наверное, 5 или 7 клининговых рекламных компаний, по запросам клининговая компания приходят только соискатели себе. Причем это во многих нишах такая есть история, но это обычно надо щупать. То есть каждый директолог в какой-то определенный момент должен это почувствовать на себе. Вот. Текс. Клининг. Ну, в общем, первое, что у нас будет, естественно, коттедж, клининг. Клининг. Что еще соберем отсюда? Это клининг дом. И сейчас мы двинем туда. При этом, понятное дело, что клининг, к слову, это не одно из самых редких, потому что клининг скорее офисов. Это вот в какой-нибудь B2B сфере, которую мы дальше будем как раз настраивать. Это нас больше будет воодушевлять. Поэтому первое, что мы сделаем, это напишем наши тематики. Они все равно немножко разные. Коттеджи, дома. Сделаем сначала маски ключей под коттеджи, дома, а потом будем делать под маски под... Что у нас там? Забыл я опять. Рестораны, кафе, производственные помещения, склада. ТРК – это торгово-развлекательные комплексы. ТЦ и тому подобное. Офисные помещения. Наверное, с офисов даже начнем после ресторанов. Ну, вот в таком виде. Ну, коврики – это скорее просто некоторые услуги. Мы по услугам еще отдельно пройдемся. ТЭКС. Ну, и теперь мое любимое секретное оружие – это Яндекс.Картинки. Даже вот так. Картинки. Надо было сразу бить запрос. Ну, да ладно. Что там нам нужно посмотреть? Нам нужно посмотреть интересную штуку. Уборка домов в Челябинске. То есть, нам нужно сейчас найти, что более популярное и интересное у людей, участников. С точки зрения SEO. Потому что SEO – это тоже интересные вещи, которые, ну, в общем, они напрямую зависят от того, что люди спрашивают. В любом случае. Потому что SEO в Директе, оно в Яндексе, точнее, развито в несколько раз сильнее, чем сам Директ. Плюс с Директом особо сильно выдачу, ну, в основном захламляют. То есть, пытаются что-то нерелевантное обычно показывать вам. Особенно в каких-нибудь странных запросах. А в SEO обычно такая тема не прокатывает. Так, ну, игры мы проматываем сразу. Уборка помещений. Это, наверное, мы возьмем сразу запрос. Но будем его парсить отдельно. Вот так вот как-то. Тоже как маску ключей. То есть, у нас будут двусложные слова. То есть, ключи из двух слов состоящих. Правильно вот так называть это. По сути, у нас будет коттедж клининг, уборка дома. Коттедж клининг, коттедж уборка. Давайте тогда сразу, наверное, в умножалку перейдем. И туда накидаем всего. Это... Блин, как сложно делать одновременно, что-то говорить. Уже какой раз пытаюсь, все очень сложно получается. Нет, генератора не надо. Господи. В новом интерфейсе теперь сам не могу разобраться. Сделали ведь под ребят, кто спрашивал, основное. То есть, от самого популярного к самому редкому. Так, у нас будет клининг. Дальше у нас будет... Ну, мы сейчас возьмем самое простое, это перемножалку. Перемножим, закинем ключи, то есть размножим их. И потом будем еще новые искать. Разумеется, это не все. Взять, перемножить и закончить на этом, это глупо. Клининг. Сюда пишем коттедж. У нас уже он есть. Мы просто еще раз, если понадобится, его спарсим. Но от этого ничего не поменяется. Дальше здесь же будет дом. Квартиру, повторюсь, мы брать не будем. Здесь уборка. Теперь нам нужно взять вариативность слова уборки. Это, например, глагол убрать, убрать коттедж, убрать дом. Ну, а дальше давайте посмотрим еще дополнительные слова. Их можно как раз подсмотреть в картинках. Так, уборка. Уборка, уборка, уборка. Есть у нас уборка. Офис еще. Ну, офис, не знаю, стоит сразу парсить. Давайте сразу спарсим. Я на самом деле не очень сейчас за. Но, если что, мы их просто потом группы разделим более детально и все. Разработка сайта очень интересная. Так, еще ищем клининговую компанию. Ну, я уже сказал, что клининговую компанию искать я не очень хочу. Но, наверное, мы попробуем спарсить слово клининговая. Клининговая компания, убраться коттедж, что-нибудь такое. Вполне возможно, что люди какие-нибудь умудряются это вписывать. Так, как навести порядок дома без хлопот. Очень интересно. Домработница. Домработница мы сразу выкидываем, потому что в основном B2C сфера. И плюс сами домработницы, они минимум убирают. И, в общем, это не генеральная уборка, которую мы еще возьмем. Но, вообще, у нас есть слово уборка. То есть, генеральная уборка коттеджа тоже туда будет входить без каких-либо проблем. Ну, вот как раз генеральная уборка. Ну, тут квартиры, но в любом случае. Клининга. Клининга чистый. Почистить. Ну, тому подобное. Сейчас попробуем поискать. Клининг дом. Давайте попробуем другой запрос. Запрос возьмем. Что у него из перемножалки? Убрать коттедж. Клининг. У нас клининг дом был. Давайте попробуем убрать коттедж. Давайте попробуем... Да, коттедж. Все-таки, чтобы поближе было к нашей теме. Так. Убираем коттеджи. Убираем. Это сразу же надо проверять. Здесь убираем, с чем у нас ассоциируется в самом Яндекс.Вордстате. То есть, словообразование. К чему это привязано? Привязано к слову убрать. Убрать у нас есть. Вот он. Убрать. Поэтому у нас слово убираем не подходит. Это надо тоже проверять, чтобы потом не было кучи дублей. Секрет наружной отделки. Убирал коттедж. Смотрим еще. Удаленное проектирование. Тем более. Убрать коттедж. Ладно, давайте убрать коттедж. Уборка напишем, потому что убрать, видимо, он ассоциируется с тем, что еще его демонтировать. Уборка домов в коттедже и клининговые услуги. Клининговые услуги. Уборка дома. Так. Сегодня даже это... Генеральная уборка. Ну, я уже сказал, что квартиру мы убираем. Поэтому генеральная у нас в любом случае попадает. Мойка окон. Можно взять слово мойка, мойка, окон или просто мойка чего-либо в коттедже и отдельно попробовать спарсить. То есть, мойка, коттедж. А там туда попадется... Ну, туда же помыть, да? Получается. Помыть. Блин, что-то я сделал наверняка что-то не так. Господа, повторюсь, сегодня еще не отвечаю на вопросы. Так что можете задавать их без каких-либо проблем. Я типа чекаю их. Они у меня отдельно открыты. Вот. Так. Ладно, продолжаем. Картинки, это замечательно. Клининговая компания. Мы не будем парсить. Многопрофильные предприятия по профессиональной уборке территории. Уборка территорий. Давайте... Нет, территории я не знаю, на самом деле, насколько это подходит. Промышленных все равно помещений. А помещения... Давайте помещения. Ладно, сразу тоже. Пусть они будут, эти маски. Маски. Мы их потом просто раздробим, раскидаем. Так, для физических и юридических лиц. Я сразу скажу, ребят, сегодня незадача собрать вот прям все-все-все маски. Потому что я уже... Ну, я уже сегодня сказал несколько раз, но повторюсь. Я уже делал много раз эти рекламные кампании. Как для частников в Москве. Ну, я имею в виду, частники это B2C сектор. Так и для чисто у клининга офисов и там по всей России и тому подобное. И, например, слово клининговая кампания, она просто не работает. Поэтому... И все, что внутрь входит, как бы смешно не звучало. Ну, кроме тех, которые там клининговая кампания заказать или что-то еще. Но это парсится в любом случае через другие ключи, без каких-либо проблем. Домовенки, генеральная уборка профессионалами, применением качественные всякие... Да, еще чистящие средства потом чистить. Это тоже надо сходить будет с ума. Так, уборка генеральная. Ну, повторюсь тоже, с генеральной уборкой просто два слова. Я не буду парсить. Это Москва и Московская область. Кстати, давайте сразу выставим регион, чтобы потом не бомбить или случайно не запустить парсинг без регионов. Вот. Так, Алма-Ате. Уборщица тоже, естественно, мы ничего парсить не будем. Генеральная уборка коттеджей. Мы уже закинули, в принципе, уборку коттеджей. Уборка квартир, уборка офисов, клининг, чистюля. Ну, хорошо. Так. Тщательная уборка. Уборка после ремонта. Ну, вот тоже вопрос, на самом деле. Уборка после ремонта. Стоит ли ее парсить? На самом деле, у меня сейчас очень большие сомнения. Наверное, я добавлю уборку после ремонта. Поставлю восклицательный знак именно, чтобы после ремонта было. Ну, то есть, не бывает как-то по-другому. Есть еще после... Ну, оставлю. Еще после смерти есть и тому подобное. Всякие разные. Есть уборки видов. Виды. Лучше их не знать все. Но, тем не менее. Вообще, вариативности очень большое количество. Потому что там действительно можно мыть окна, чистить полы, натирать их. Ну, в общем, там целая история. Вот. Наша задача сейчас основной только спарсить. А потом поискать дополнительные услуги. Списка. Самое интересное, вот самое любимое. Никогда заказчики не дают полный список услуг. Особенно в этой теме. Ну, я не знаю почему, но это так. Приходится импровизировать, приходится придумывать. Еще очень часто бывает, приходят заказчики. Они открылись в 2016 году. Ну, вот эти заказчики, они открылись в 2016 году. Занимаясь я настройкой директа. Вот первый раз настроил клининг. Я, наверное, в 2014 году или в 2013 году. То есть, по сути, они знают о теме иногда меньше, чем маркетолог. Это, наверное, самая смешная шутка, которую я видел. Но это так. Ну, да ладно. Так, построить дом, посадить дерево. Это понятно. Профессиональные штукатурки. Мытье окон. Вот еще. Вот у нас мытье окна. Окон. Ну, тут вопрос. Мытье. Давайте мытье добавим. Мытье коттеджа, офисы, помещений. Окон мы чисто добавлять не будем. Потому что там им не выжить. С их бюджетами и так далее. То есть, мы такой эконом вариант настраиваем. Сразу понимаем, что туда лучше не лезть. Понятное дело, что мытье окон можно закидывать в РСЯ. Но оно все равно там супер дорогое. И если первая, основная задача заработать именно, ну, получать первые заявки, недорогие заявки, а именно какие-то первые заявки и начать максимально увеличивать обороты, то лучше всего их делать через самые дешевые запросы. Там, где меньше конкуренции. Да, понятное дело, что в уборке офисов тоже достаточно конкуренции. Но у них хотя бы есть в этом профиль. То есть, у него в этом, ну, скажем так, на этом профилируется. Если мы запустим просто мойку окон, то бабушки будут звонить им, и они охереют на второй день. Вот. Так. Ну, все. Здесь больше мы ничего не найдем особо. Основные мы сейчас уже, скорее всего, спарсим. То есть, уборка. У нас идет уборка, клининг после ремонта. Клининговая компания, бла-бла-бла, после ремонта. Уборка, убрать, мойка, помыть, мытье. Есть еще несколько, конечно, вариантов. Можно взять какой-нибудь склонятор или, ну, другие варианты. Я, например, предпочитаю мойка окон вбивать. Ну, допустим, просто посмотреть, какие есть основные глаголы, кроме слова мойка. Например, помыть, помоем, отмыть или что-то еще. Вот мытье, например. Так, мойка альпинистами. Мойка альпинистами. Давайте попробуем мойку альпинистами добавить. Ну, у нас будет мойка коттедж, дом, офис, помещение, ремонт, после ремонта альпинистами. Клининг альпинистами, помыть окна альпинистами, уборка альпинистами, ну и тому подобное. Ну, в общем, это самое, наверное, вкусное и интересное. С точки зрения мытья окон, опять же, не в квартирах, а именно офисов, если уж их брать. Мойку бассейнов брать не будем, разумеется. Витражей. Наружной рекламы тоже нет. Потому что наружная реклама это не тот профиль. Самое простое, конечно, найти сейчас список услуг. Лучше всего чек-лист. Идеальный чек-лист по мойке. Давайте так попробуем, кстати, поискать. Чек-лист мойки, нет, уборки офиса. Вдруг мы найдем сейчас такой. О, контроль качества уборки с помощью чек-листа. Так, давайте посмотрим. Сейчас мы узнаем, насколько это будет актуально для офисов. Но, тем не менее. Выведение... Ну, то есть, опять же, здесь ничего придумывать не надо. Можно догадаться, что есть чек-листы. Особенно, если вы эту тему чуть-чуть, пару раз уже крутили, то знайте, что там чек-листы есть, определенные нормы. Можно по нормам проходиться. Твердый пол, твердые полы. Мойка полов еще, да, надо взять обязательно. Потому что чистка ковров у нас еще будет. Кстати, про чистку надо еще добавить слово чистка. Сюда же надо добавить будет пол. Безвосказательный знак. Не знаю, как там получится, но придется потом еще добавить. Чистка ковров, чистка коттедж. Нет, давайте ковров не будем добавлять. Коврового покрытия еще можно будет добавить. А просто ковров, я боюсь, что будет очень много мусора. Но можно в отдельную группу спарсить. А дальше, если что-то получится... Мы же не будем все парсить в одну группу. Мы будем разделять в любом случае. Вот. Так. Стены, потолки, вентиляционные решетки. Мягкие полы, обивка. Но это неинтересно. Выведение пятен. Это не к нам сейчас. Санитарно-техническое оборудование. Кухонное оборудование. Вот это интересно. Отсутствие грязи, жира, остатков пищи на внешних помещениях. Давайте попробуем уборка кухонного оборудования. Или что-нибудь такое вбить. Тоже в картинках, заметьте. Уборка или клининг. Клининг кухонного оборудования. И посмотрите, что вообще выпадает. Комплексная генуборка. Генуборка есть слово. Честно говоря, первый раз, по-моему, увидел этого. Но давайте попробуем генуборку добавить. Клининг к генуборку почему бы и нет. Генеральная уборка уже у нас есть. Уборка слово, поэтому. Кухонь и кухонного... Чего там кухонного? Блин, не видно нифига. Не подсвечивается, не хочет. Кухонного оборудования, видимо. Так, мойка. Чистка кухонного оборудования. Все-таки есть такой запрос. Давайте попробуем... Давайте попробуем просто клининг оборудования вбить. Посмотреть, что будет. Клининг. Мойка. Мойка оборудования. Просто будет и все. Надо будет, скорее всего, ставить восклицательный знак. То есть клининг оборудования. Куплю оборудование для клининга, зараза. Для клининга мы потом просто вычистим, разумеется. Но... Клининговая компания, оборудование клининговое. Сейчас я не смотрю даже по регионам. Нет смысла. Я просто смотрю маски ключей. Промышленный пылесос. Ковер химчистка. Вот это, наверное, интересно будет. Но мы потом отдельно посмотрим. Химчистка мебели, инстаграм, компьютер. Вот это замечательный запрос просто. Оборудование клининг. Давайте возьмем на вооружение. То есть наша задача какая? Просто взять сейчас восклицательный знак и сюда закинуть его. С восклицательным знаком оборудования. То есть уборка, оборудование, убрать кухонное оборудование. Ну ладно, убрать нас не интересует. Это глупый запрос. А вот мойка, оборудование, помыть кухонное оборудование. Не знаю, надо будет посмотреть. Ну если выпадет, то выпадет. В любом случае, если мы будем вбивать, там на словофорум будет, я думаю, наплевать в этот момент, когда будет парситься. Да ладно. Кухонного. Чистка кухонного. Ну просто там будет комбайн, еще чего-то. Поэтому уборка кухни, ну можно добавить. Но сразу надо понимать, что там будет, скорее всего, очень-очень много говна. И надо будет его чистить. Ладно, давайте к чек-листу обратно вернемся. Кухонное оборудование, торговое оборудование. Давайте торгового оборудования и механического тоже добавим. Вот это уже более интересно. Торгового. И, так, что у нас там в чек-листе есть? Механического оборудования. Вот, получается уже много довольно масс-ключей. На удивление. Ну как на удивление, в принципе, это так понятно было. Чистка. Ну у нас слово есть чистка. Вот оно. Металлических поверхностей. Отсутствие пыли, отпечатков пальцев. Также пятен за исключением. Давайте попробуем добавить металлических. Но туда, скорее всего, попадет. Давайте по поверхности, наверное, лучше добавить. Естественно, может быть по-другому. Металлических поручней, еще чего-то. Ну, то есть, если человек такое вбивает, это уже, конечно, более редкие запросы. Но мы их попробуем тоже сгенерировать. Но не обязательно, что это прям сработает 100%. И, скорее всего, придется отдельно еще поискать эти запросы. Твердых пол, твердых полов. Стен. Чистка стен. Полов у нас... Что у нас там с полами? Пол есть. Чистка полов. Ну, ладно. Можно, конечно, добавить через восклицательный знак. То есть, мыть, помыть пол, убрать пол и полов. Полы еще могут быть, да? Давайте в одно все спарсим. Все-таки без восклицательного знака. Все-таки это очень суперсложно. Поэтому я упрощу себе задачу. Потом лучше их разделить. Окон, зеркал. Окон у нас есть. Зеркал стеклянных поверхностей. Давайте стеклянных добавим. Поверхности у нас уже есть. Напомню. Зеркал. И зеркальные, наверное, еще, кстати. Почему-то здесь нет. Но зеркальные. Зеркальные поверхности, конечно же. Мягких полов. Обивки мягкой мебели. Санитарно-технического оборудования. Такое. Водостойких поверхностей. Ну, это навряд ли уже вбивают. Тем не менее. Санитарно-технического оборудования. Технического. Технического. Технического оборудования. Санитарного, наверное, и технического. Отдельно добавим. Попробуем. Потому что санитарная, я знаю, что тема тоже интересная. И, в принципе, ее отдельно как минимум спарсить. А потом уже обсудить с заказчиком, наверное, стоит. Кухонного оборудования. Торгово-механического оборудования. Торгово-механического. Ну, торгового у нас было уже, поэтому. Да. Забиваем. Дальше идем. Шлифование, хонингование. Не знаю даже, что такое хонингование, честно говоря. Узнаем сейчас. А, ну, это шлифовка внутренних поверхностей. Смешно, но почему-то это есть в клининге. Давайте посмотрим, что по запросу хонингование вообще выпадает в рекламе. Чисто интересно. Вот я тоже удивлен. Потому что хонингование вроде как нарисовано. Смотрите всегда картинки. Вот если здесь выпадает все автомобильная тематика, закрывайте эту тему и дальше не смотрите. Шлифование. Просто слово не подойдет, потому что надо шлифование чего-то. То есть в доме, еще что-то. То есть, например, шлифование офис. Вот вбить два слова и посмотреть, что выпадет. Будет ли что-то интересное. Вот шлифование пола по-хорошему. Не знаю, насколько это адекватно. Ремонт и отделка офисов. Ну, то есть, опять же, люди это практически не спрашивают. Значит, неинтересно. Механическая полировка. Давайте слово полировку посмотрим в офисе. Чего-нибудь отполируем, как говорится. Ежедневная уборка в офисе. Ну, отлично. Полировка. Так, вот. Аппарат для чистки, шлифовки, полировки полов. Ковровых покрытий. Вот. Давайте возьмем ковровых покрытий. Только именно возьмем, наверное, ковровых покрытий. Потому что если в объем там клининг, уборка ковровых. Ну, кроме покрытий, я боюсь, там ничего и нет. Если бы было что-то более широкое. Давайте попробуем просто ковровых вбить. Посмотреть. Ковровые, ковровые покрытия, ковровые дорожки еще есть. Зараза. Что еще, кроме дорожки, есть? Ковровые магазины. Ковровая плитка есть. Зараза. Значит, ковровые мы берем без покрытий. Вот. Я не угадал. Так. Значит, мы на чем остановились? На полировке. То есть, у нас что будет? Полировка офиса, полировка коттедж, дом и так далее. Все, что внутрь впадает. То есть, получается, что у нас так перемешивается. И будет, по сути, выдано. Ну, не единым списком. У нас все это будет разными, по сути, группами. То есть, будет клининг, коттедж, клининг, дом. И это все у нас будет в разных группах, как раз в кей-коллекторе. То есть, будет удобно. Я сейчас даже зря, наверное, начал уже сразу их распределять. Мы просто все раскидаем группы. И потом все эти же группы сразу поставим на парсинг. И я поотвечаю на вопросы. Задавайте вопросы, господа. А то вы меня уже смущаете. Все смотрят, а никто ничего не задает вопрос. Все, видимо, настолько заинтересованы процессом. Текс. Полировка. Еще что у нас? Кристаллизация. Ну, кристаллизация не знаю. Посмотрим еще. Хонингование мы убираем. Шлифование и шлифовка еще, кстати. Полировка. Полировать. То есть, глагол должен быть. Существительное глагол. Всегда смотреть эти вещи. Шлифование. Шлифовать. Грунтовый, лакированный. Ну, лак нас не интересует. Консервация. Не интересует. Нанесение защитных составов. Нанесение защитных составов. Ну, давайте посмотрим, что это так. Ну, блин. Непонятно тоже, что это такое. Рудесайт CleanProExpert. Требование к качеству. Но непонятно, что такое нанесение защитных составов. Если бы были написаны хоть какие-то эти сами составы. Но здесь их, к сожалению, нет. Чистка с нанесением антистатика. Чистка с нанесением антистатика. Давайте попробуем просто забить. Посмотреть, что это вообще такое. Продают антистатик, видимо. Для ковров, наверное. Ну, я не знаю. Я в этом не очень разбираюсь. Разгорую. Как и во многих темах. Каких-то темах можно что-то понимать. Какие-то основные моменты. Как, в принципе... Вот я понимаю, что есть чек-лист. Но что внутрь входит, его, естественно, я не знаю. Смешно то, что большинство клиентов ваших тоже это все не знает. И они вписывают, если уборку офиса, то, естественно, уборку офиса. Если все остальное, что я вбиваю, это просто какие-то жизненные вещи, которые они могут вдруг каким-то образом вбить вместо запроса основного. Так. Клининговые услуги еще есть. Клининговым. Давайте посмотрим слово клининговое. Клининговая. У нас была она. Клининговым тоже попадет. Клининговые услуги. Коттедж, дом, офис и все остальное. Клининговые услуги санитарных помещений. Ну, санитарной и санитарных будет одно и то же. Но сейчас мы проверим на всякий пожарный. Как у нас сокращение пойдет. Должно быть нормально все. Видите? Санитарно-санитарный. То есть здесь проблем никаких. Текс. Из основного. Вот из основного, наверное, все. Но мы сейчас попробуем еще поставить, написать услуги вместо чек-листа. И посмотреть, может быть, есть список целого, списка, ну, какой-то список услуг. Список. Давайте прямо так напишем. Список услуг. Перечень работ. Альфа-сервис. Давай, сайт, не обмани меня. Если это не один и тот же сайт, кстати. Сайт какой-то не открывается, поэтому, наверное, не будем смотреть. Так, санузлы. Мытье плитки. Мытье плитки, кстати. Мытье плитки. А у нас есть слово мытье. Но при этом нет слова плитки. То есть помыть, чистка плитки. Ну, попробуем во всяком случае. Я понимаю, что, скорее всего, будет там очень много левого. Но попробуем. Чистка, дезинфекция. Дезинфекцию, наверное, тоже можно добавить. Потому что дезинфекция ковров, там что-нибудь, плитки, еще что-нибудь. В офисах, кстати, дезинфекцию какую-нибудь проводят. Ну, мало ли. Сантехники нет, смесителей нет. Мелочь мы брать не будем, разумеется, по уже понятным причинам. Так, отмывка от пола, мрамора, гранита, керамогранита, плитки. Машинная отмывка. Давайте посмотрим картинками, что это такое. Для интереса просто. Что это себя представляет? Да ничего не представляет. Придуманное слово. Иначе бы у нас по картинкам все выдавало. Удаление следов цемента, затирки. Ну, это понятно, шлифовка, по сути. Так, поверхностная уборка. Удаление, кстати. Удаление. Удаление пятен, удаление еще чего-то. Давайте просто отдельно попробуем все спарсить на тему удаления. Удаление кухни получится или что-то типа того. Удаление дома чего-либо. Но просто посмотрим, что там на парсице. Я просто поставлю и оставлю. То есть, условно, там завтра, послезавтра буду уже рассмотреть, нужно ли мне вообще эту группу брать или нет. Ну, я уже пробую. Вдруг что-то интересное будет. Мытье кафельной плитки. Ну, у нас слово плитка уже есть. Кафель только, если взять. Но кафель уже люди давно не пишут. Особенно в офисах и так далее. Чаще всего пишут. Тоже вот интересно. Мрамор. Гранит. Керамогранит. Давайте попробуем все-таки это тоже вписать. Но это мы возьмем для коттеджей. Условно, есть чистка мрамора. Чистка, что там еще. Полировка-то, кстати, у нас была. А есть полировка, все, да. Гранита. Керамогранит еще тоже возьмем. Керамогранит это уже более распространенный материал, нежели чем все остальное. Как-никак. В 2017 году удаление следов цемента. Ладно. Так, поверхностная уборка мягкой мебели. Ковров. Я мягкую мебель не буду брать, потому что, хоть и да, но скорее нет. Для B2B сферы и ровно так же для коттеджей. Уборка пыли с предметов интерьера. Давайте уборка пыли. Возьмем слово пыль. Там же будет все остальное. Даже если у нас будет полировка пыли, ну, сами понимаете, мы это сможем потом удалить без проблем. У нас это не будет все в одном списке. Так, мытье кофейной плитки локально, чистка, дезинфекция. У нас была дезинфекция, да, уже была. Я все время путаю ее с дезинфекцией. Ну, не путаю, но всегда проверяю. Унитаз, раковина, ванна, душевая кабина. Это мы нет, не берем. Протирка. Протирка, кстати, слово. Интересно, интересно. Протирка. У нас, наверное, нету протирка. Протереть мы не будем брать, потому что протереть это вы сами протрете. А, ну, то есть, у кого-то вызывать это бред. Уборка мягкой мебели, обеспыливание потолка, обеспыливание. Боже мой. Я не знаю, есть такие запросы. Просто сейчас мы уже вбиваем это искать. В Wordstat есть, на удивление. Ребята, можете смеяться, но сегодня новое слово для меня. Удаление пыли, протирка влажная, удаление пыли. Мытье батареи. Ну, батареи мы брать не будем, уже по понятным причинам. Мытье кафельной плитки. Мытье. Пустых шкафов, полочек. Полочки, наверное, тоже не будем брать. Нет никакого смысла. Так, окей. Список услуг уборки офиса. Давайте еще какую-нибудь одну посмотрим для интереса. Просто вдруг что-то новое мы найдем. Но я сомневаюсь. Нет, скорее не найдем. Понятно. Понятно. Даже пытаться здесь не буду что-либо искать. Офиса. Нет. 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 Набить не будем. Пока нет смысла никакого. Потом при написании объявления я просто раздраконю это. Обычным генератором. Каким-нибудь вон и Z-Pump и все. Вынос мусора. Нет. Мытье мусорных корзин. О! Мусорных корзин. Интересно, кстати. Вот это вот то, что, кстати, обычно и приносит очень хорошие результаты, когда у вас мало денег. Такой для эконом-варианта самое вкусное. Так, еще. И мест для хранения мусора. Ну, это какой-то странный запрос. Замена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах. Вот это, наверное, тоже возьмем. Но мы это отдельно сразу засунем. У нас это будет как отдельный просто запрос. Вот сюда добавлю его. Замена полиэтиленовых пакетов. Чистка, дезинфекция, сантехники. Дезинфекция, сантехники, очистка. Но у нас сантехники не было. Поэтому давайте возьмем. У нас было... Я хотел убрать сантехнических. Давайте оставим сантехники. Такой мажорный запрос. Влажная уборка полов, клинтусов, ручных способом. Влажная уборка. Ну, тут опять же, всегда есть третье слово уточнение. Чего-либо убирать будем. Потому что влажная уборка. Но сам по себе этот запрос брать, я думаю, нет смысла. Аннушка, РКК. Что тут еще внизу? Кто сидит? Такое неинтересное. Ну, давайте еще попробуем. Бить посмотрим. Пылесос для влажной уборки. Пылесос. Робот-пылесос. Разумеется. Керхер. Все. Мы закрываем. Большую часть видим мусора. Остальное все и так соберется через левые запросы. Так. Та-ра-та-та-та-там. Все. Основное вроде все есть. Сейчас мы попробуем еще какие-нибудь левые такие услуги поискать. Вот тут как раз есть уборка коттеджа. Что-нибудь такое. И наверняка здесь можно найти еще дополнительные... А, химчистка, кстати. Зараза. Забыл я слово химчистка. Чистка-то у нас есть, а химчистки нет. Или было? Нет, вовремя нет химчистки. Химчистка. Мойка окон, мытье, химчистка, хрустальные светильники. Ну, это понятно. Глажка белья. Не будем брать. Влажная уборка внутренних поверхностей мебели. У нас влажная уборка. Я повторюсь, не хочу брать, потому что в основном это будет подвязано не коттеджем, а ко всему подряд. Химчистка диванов, кресел, ковров, ковролина, ковров, ковров. Что, все-таки придется добавлять ковро? А, есть ковров. Все, ковролин тоже у нас есть, ковровых тоже есть. Все, так. Химчистка среднего. Опять ковры. Убираем ковров. Штор. Ну, шторы для офиса неинтересны. Для коттеджей слишком маленький охват получается. Уборка после пожара нас не интересует. Вот, кстати, еще есть... Я вспомнил уборку после ремонта, после смерти, а еще есть после пожара. Самое страшное, если все вместе. Так. Генеральная уборка офисов. Ну, мы смотрели, по сути. Поэтому дальше уже неинтересно нам. Все. Основное есть. Теперь мы делаем следующее. Мы умножаем все это друг на друга. Получаем вот такой результат. Довольно большой. И ставим его на ночь. Как хорошее... Как, не знаю... Как... Как дрожжи, которые вы оставляете на ночь. Словно мы оставляем его в кей коллекторе. Ну, чтобы не париться. И он со спокойной душой бы сам все спарсил. Так. Что делаем? Мы берем... Давайте пакетный сбор. Добавляем все эти запросы. Все эти запросы вот такой вот кнопочкой распределить на все указанные фразы. Это долго, но это работает, поверьте. Потому что я могу открыть сейчас еще одну компанию, где у меня вот таких вот разных всяких вариаций. Где-то около тысячи двух, наверное. То есть групп тысячи две. Но при этом есть какие-то пустые, естественно, группы и так далее. Но я просто собираю ключи потом мульти-сборщиком. Получается, то есть сначала мы можем все распределить по офисам. Там, не знаю, еще по каким-то темам. Какие-то, ну, непонятные темы можем тоже отделить. Все это разделяем, получается, по всем разным группам. Общим группам, типа коттедж-дома. Отдельно будет, условно, офисы. Кстати, я забыл про помещение еще побольше посмотреть. Ну, ладно. Офисы. Давайте я большими буквами напишу. Офисы. Я просьбаю, сейчас что-нибудь повиснет. Вот. И отдельно еще вверху можно добавить группу. Что там она делается еще? Делается. Осталось. 504 группы всего было. Это не так много. У меня вот года 2000 или сколько-то, столько-то вот делалось примерно. Это больше, болький для меня было. Так, повещение. Производственные... Производ... Не хочет ничего сейчас делать. Ладно, давайте пусть он сначала докидает туда все группы. И производственные помещения. Ну, и раскидывать их можно потом. То есть, сначала надо все равно спарсить. Какие-то левые потом между... Ну, перемножалку часть из них можно либо сразу удалить. Клининг там металлических. Ну, по клинингу, наверное, все подходит. А какая-то часть ключей там все равно будет. Химчистка, не знаю, окон. Или что-нибудь типа того. Это не подходит. Это можно сразу удалять. И это, естественно, не парсить. Вот. Но задача наша какая? Вот у нас сразу же получается клининг коттедж, клининг дом и так далее. Давайте сразу выберем из этого списка, что не будем парсить, чтобы не тратить потом время. Ну, понятно, что химчистка окон, он по сути и не будет особо... Ну, вот клининг зеркальной поверхности. Это, конечно, такая история. Тут вопрос, стоит ли вообще что-либо удалять отсюда. Или потом, если там будет ноль, условно, просто эту группу удалить. Это же довольно легко. Химчистка сантехники, пыли, керамогранит, гранита. Ну, химчистка... Вот, химчистка, как минимум, керамогранита. Хотя, люди могут и такие быть. Чистка, да, она химчистка. Удаление пятен со всего подойдет. Удаление пятен, там, не знаю, или удаление... Ну, ладно, фиксим. Давайте даже не будем ничего отсюда выбирать и просто тупо начать сбор и поехало оно собирать. Вот, у нас получается еще уборка помещений. Помещения. Я пишу большими буквами, чтобы потом это можно было сразу понимать, что это большие крупные скопления. И куда что закидывать. То есть, одну группу в другую потом закидываешь. Уборка помещений. Ну, там, скорее всего, уборка помещений. То есть, мы берем эту группу и закидываем ее отсюда. Но она будет сейчас пустая, потому что у нас есть уборка и помещений. И она вот здесь будет... Помещение где-то здесь есть. Вот она, уборка помещений. Она там какой-то, там, не знаю, десятый будет спаршенная. А потом просто фильтром мы берем всех тех, кто у нас относится к дому, например. Дом. Дом, говорю. Дом. Дом. Фильтр. 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 Не хочет что-то... А, вот, все отметилось, извините. Дом. Но он мне почему-то не все хочет сейчас собирать. А, вот, дом. Вот, дом, дом, дом. Вот, то есть, он все, что красненький, сейчас повыделяет. Но почему-то он не все хочет сейчас выделять. Странная фигня. Да, наверное, я просто не все... Так, давай еще раз. Что-то это за ошибочка такая. Нет, не надо мне, спасибо. Он выделяет, в общем, все группы по дому. И можно будет их спокойно закинуть в группу дома. По коттеджам то же самое. Ну, остальное там уже постольку поскольку, потому что зеркала, непонятно, куда относится кухня. Ну, клининг кухни сам по себе, он у нас будет относиться к помещениям, к ресторанам. Кстати, еще у нас же группа уборка ресторанов. Мы, кстати, не добавили рестораны. Самое главное-то. Так, теперь еще проверяем. Ресторан-то у нас нет. Ресторана нет. Так что у нас дальше пойдет ресторан. То, что я забыл. Генуборка ресторана. Вот у нас как раз список. Клинка ресторана и так далее. Химчистка чего-либо в ресторане. Так, ТРК. Ну, это ТРЦ, торгово-развлекательный центр. Не знаю, насколько подойдет. Склады. То есть, уборка на складах, химчистка чего-либо тоже на складах. Тоже у нас туда же пойдет. Ну, мы уже собрали, скажем так, костяк вот этих фраз. Он нам подойдет вполне. Так, и, 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 и. И, и, и. Вот она у нас. Офисные помещения. Офисных, кстати, надо еще было попробовать. Но офисные, кроме помещения, там ничего, наверное, нет. А у нас помещение есть. Офисные. Понятно. Помещение. Офисная уборка. Нет, кстати, есть офисная уборка еще, кстати. Поэтому давайте попробуем все-таки закинуть. Вот памп туда же. Офисных. Ну и все, в принципе. Сейчас мы добьем только... Производственные у нас есть. Рестораны, кафе. Кафе еще забыл я. Эх, кафе. Конечно же, кафе. Кафе, бары. Надо попробовать кафе, бары, рестораны. На картинках уборка. Уборка. Рестораны. Поискать, что там упадает. Ну вот, влажная уборка в ресторанах. Заметьте, причем, опять же, влажная уборка сама по себе не используется. А вот в ресторанах, да. Кафе, бестро. Бестро даже есть. Баров. Баров, ресторанов. Кошмар. Бестро. Кошмар. Так. Радуга детская. Столовый. А столовый? Ничего себе. Давайте попробуем столовый добавить. Не знаю, насколько это на самом деле актуально. Видимо, потом придется это еще доспрашивать. Попробуем. Кафе, бары, рестораны. Суши? Суши я чего? Ладно, пофига. Так. Уборка ресторанов. Есть. Ну, понимаете, клининг ресторанов. Все это у нас перемножалка. Химчистка. Чистка. И всего остального. В общем, все у нас туда есть. То есть, кафе, рестораны. Ну, 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 удиви меня что-нибудь еще. Какое-нибудь еще слово. Кухни. Вот. Общественное питание. Нашел я общественное питание. Общественного. Вот так, наверное, я оставлю. И питание. Типа общепита. А, надо еще добавить общепит. Вот, наверное. Это будет грамотно. Ну, то есть, сокращение. Прикольное объявление. Это прикольно, конечно. Сказать уборку ресторанов. Заведение у быстрого питания. Ну, понятно. Да, уже есть рестораны. Ну, английском мы, естественно, тоже не берем. Это нас не интересует. Этап уборки на торжественных мероприятиях. Уборка на мероприятиях. Кстати. Во-во-во. Давайте еще мероприятия добавим какие-нибудь. Ну, так просто, что вдруг. Ежедневная уборка. Ну, такое. Значит, араны. Уборка бизнес-центров. Бизнес-центров. О! Поехали. Забираем это слово. В бизнес-центрах это круто. БЦ можно еще попробовать. Уборка БЦ. Давайте попробуем. Уборка БЦ. Бизнес-центр имеется в виду. Ну, 40 есть запросы. Так что БЦ лезет. Торгово-развлекательные комплексы. ТРК. Ой, не туда вбил. Ай, зараза. ТРК. Смотрим, вообще запросы есть. Ну, есть. 33 показа в месяц. Но он даже не захочет потом парсить это. Торгово. Давайте попробуем торгово. Торговых центров. Поэтому берем торгово. Торгово-развлекательные какие-то центры. И просто торговых центров. Уборка помещений. Ну, понятно. Торговых комплексов. Торговых магазинов. Торговых магазинов. Не знаю. Кстати, уборка магазинов. Химчистка магазинов. Давайте попробуем магазинов добавить. Так. Комплексов есть. Площадей. Уборка площадей. Нет, нет, нет. Торговых залов. Вот это интересно. Но мы уже торговых все собираем. Поэтому других каких-то залов, я думаю, не подойдет. Хотя. Ну, соберем, попробуем. Вдруг еще что-то есть. Так. Чего у нас еще вдруг попадается на глаза. Это все замечательно. Это замечательно. Это замечательно. Это мы тоже закрываем. Смотрим. БЦ торговые. Магазин. Так. Все есть. Чистка ковриков. Ну, ковриков, ковров, ковровых покрытий мы уже написали. Парсим. Производственные помещения. Что-то в производственных помещениях. Уборка производственных помещений. Вдруг есть какие-нибудь там цеха или что-то еще. Давайте искать. Помещение производственного типа. Бра-пра-пра-папапам. Это замечательно. Так. Производственных площадей. Поэтому, скорее всего, придется брать слово производственных, которое мы до этого не брали. Так. Уборка промышленного предприятия. Промышленного. Ну, мы промышленное берем. Поэтому. Ну, давайте предприятие, конечно, возьмем. Тоже как слово. Вдруг уборка предприятия. Какие-нибудь люди вбивают. Предприятие. 1238 запросов. Территории предприятия. Туалетов предприятия. Ну, такое, конечно, не знаю. Инструкция по уборке. Ну, спарсим. А там, наверное, посмотрим. Потому что вариков тут особых, конечно, нет. Ежедневная комплексная уборка. Внутренних помещений. Наверное, да. Строительная уборка. Мытье. Полов. В производственных помещениях. Клининг-услуги. Ну, полов у нас есть. Поэтому все это нас не интересует. Подметательная машина. Моющих чистящих средств. Пылесосы. Пылесосы мы, кстати, и технику особо не берем. Потому что уборка помещений в бикини. Классно. Так. Складских помещений. Складских и склад мы брали. У нас есть склад. Складах. Складских, кстати. У нас-то нет. Складских. У нас было помещение. Поэтому я забил. Но там складские, площадя какие-нибудь еще. Мы уже узнали, что это может быть. Поэтому лучше всего туда закинуть. Очистка. Очистка оборудования. Ну, пусть будет. Очистка у нас, по-моему, к слову. Очистка и чистка. Давайте посмотрим. Во-первых, есть ли у нас вообще очистка. Может, кстати, нет. И давайте проверим, есть ли очистка. К слову чистка, насколько относится. Нет. Никак не относится. Чистка, очистка. Разные запросы. Давайте добавим тогда его. Пожарный. Вот этот список лучше всего где-нибудь в Excel хранить. Это в идеальном варианте. Чтобы у вас точно вы знали, что на что перемножали. Чтобы не теряли. Так. Если начинается... Заканчивается введение. Ну, это замечательно. SEO-текст. Технологическое помещение. Технологическое. Технологическое. Что ты? Стоп, стоп, стоп. Уборка инженерных систем. Давайте уборка систем в объем. Я не знаю, насколько это будет актуально. Но попробуем потом. Вдруг там что-то будет интересное. Инженерных. Не знаю, что там. Инженерных площадей. Опять каких-нибудь тоннелей. Но мы это не будем брать. Это уже слишком жестко. Производственного. Технологического. Вот давайте еще технологического возьмем. Технологическое помещение. Это что-то крутое. Но должно быть все равно дороже, чем квартира. Ну, вот они как раз. Да, мутие полов. Производственные предприятия. Так, оптимально подходят. Специальные средства какие-то. Механизированная, ручная. Но это мы опять же. Можно попробовать механизированную уборку какую-нибудь. Я не знаю, что это такое. Вообще в глаза не видел, честно говоря. Но обеспыливание. Там какое-нибудь механизированное обеспыливание. Вдруг люди какие-то ищут. Норма площади. Что-то все тонкости, нюансы клининга. Понятно. А, вот цехов. Вот они. Все-таки есть цеха. Так что давайте туда же цех добавим. Очистка там цеха. Что-нибудь. Теревоорудование для... Ну и так далее. То есть вдруг это не будет. Как вариант. Поддерживающая уборка. Но опять же мы не берем эти услуги. Поддерживающая уборка. Ген уборку мы взяли. Но неинтересно поддерживающая уборка. Для офисов у нас так и есть. Уборка у офиса. То есть поддерживающая, когда человек вписывает. Это все... Нам нужно уточнение, где по сути. Как нас... Как, да. Как, типа, поддерживающая уборка. Как убрать вам. Уборка кабинетов. Нифига себе. Кабинетов. Кабинетов. А там кабинеты врачей и прочее. Так, идем дальше. Блин, заметьте, тут вообще нет никакой сложности. Просто надо листать картинки и комбинаторикой заниматься. Вот это самое, наверное, с одной стороны прикольное, а с другой стороны самое грустное. Почему? Потому что в эхо обычно ничего нет. Ну вот, как чистка кабинета. Что-то мы увидим. Личный кабинет. Ну то есть ничего. А здесь мы все вариативности увидим. Ну, потому что люди сами этим заморачиваются. Сео себе делают. Это же прикольно. Переложив работу о чистоте рабочих помещений. Рабочие помещения. Ну ладно, у нас есть слово помещение. Это неинтересно. Офисные помещения. Журнал учета температурного режима. Работа дома. Служебно-технические и производственные помещения. Генеральная уборка. Юридическая компания. Ну понятно. Так. Это мы не будем уже собирать, естественно. Клиник технологии уборки бани и сауны. Уборки бани и сауны. Давайте соберем для интереса. Ну, потому что в коттеджах обычно есть бани и сауны. Ну, вы знаете, наверное, конечно же. Вот. Так. Ангары. Вот так вот. Я ничего... Вот честно говоря, я бы никогда не подумал про это слово. И нигде это не найдешь. То есть, вы не найдете по слову чистка, там, не знаю, помещений, слово чистка ангаров. Никогда. Только через картинки по-другому вообще никаким образом не найдете. Я вам даже могу доказать. То есть, вы условно, ну, берете, там, не знаю, открываете, кей-коллектор берете, правую колонку парсите. Допустим. Или даже через гугл пытаетесь парсить. Вы никогда не найдете чистка, не чистка, там, клининг, клининг цеха. Давайте проверим, будет ли что-нибудь. Нет. Тут даже клининг цеха 11 показов в месяц. Клининг ангара. Ну, тут ангара сами по себе нет. А вот уборка, уборка ангара, интересно. 10 показов в месяц, зараза, мало. Не интересно. Ну, мы попробуем спарсить. Вдруг там что-нибудь попадет. Уборка офисных служебно-технических помещений. Технических помещений. Я не помню уже пару, но собирал или нет. Эх, зараза не хочет. Так, технических, технических. Инженерных было, но технических у нас не было. Торговых было, технических. Так, производственное помещение, труд, слесарные, работа. Вот это вот SEO называется. Труд, слесарные, работа, начало, старт, станок. Так, приглашаем в штат. Уборка склада, уборка склада. Вот это, кстати, самое крутое SEO. Вот это вот лучше всего, когда делают так. Уборка склада, уборка склада. Как бы может смеяться, но реально Директ и Гугл это позволяют. И реально считают, что это очень хорошо. Не знаю почему. Ну, во всяком случае, раньше это так было. Сейчас я за этим не слежу. Года полтора назад точно это было нормально. Тщательно контролируется компанией. Так, выполняются работы, инженерные системы. Так. Различного назначения оказываем. Замечательные услуги. Ну, услуги клининга можно, конечно. Я вот думаю, взять слово услуги чистки, услуги дезинфекции, еще чего-то. Услуги там очистки картофельных, не знаю, какие-нибудь. Ну, не знаю, чего даже. Услуги шлифования. Давайте попробуем слово услуги еще добавить. То есть, я вижу, что оно постоянно фигурирует. И я его сам даже потреблял, когда мы собирали только что некоторые запросы. Вот, поэтому, наверное, стоит. Ну, промышленный пылесос мы убираем. Промышленный клининг. Промышленный... А посмотрим, что у нас про слово промышленный. Ну, мы промышленные собирали промышленные. У нас же здесь, по-моему, есть слово промышленный. Промышленный. Что, нет? Нет. Промышленный. Промышленный. Окей. Ну, я, наверное, промышленных там уже писал. Ну, ладно, второй раз. Ничего страшного. У нас просто не будет парситься. Так. Каждое производственное помещение. Складской комплекс. Ну, а складской есть. Вот, кстати, складские площади. Складской комплекс. Тоже как вариант. По маскам. Дезинфекция. Вот она. Заказать проведение дезинфекции для частных лиц предприятий. Ну, у нас дезинфекция как таковой. Особо я знаю, что у ребят нет. Поэтому на дезинфекцию сейчас нет смысла делать какой-то акцент. Если вдруг понадобится, то отдельно подпарсить проще всего. То есть, взять, опять же, вот этот список. А у нас есть дезинфекция. Дезинфекция есть. Дезинфекция – это от этих, господи, тараканов и прочего. А дезинфекция – это просто, считайте, уборка на уровне бактерий. Депо РЖД. Содержит средства трудности. Такой сил, господи. Ну, все. Уборщицу мы не будем брать. Я уже объяснял, по какой причине. Все основное мы для уборки, для коттеджей собрали. Для основных крупных помещений вроде тоже. Что-то сейчас тут про слово «быт», «бытовая» что-нибудь такое. Но мне кажется, что там ничего интересного нет. Уборка производственных помещений. Подождите, а я еще последний вписал. Промышленный. Давайте попробуем просто еще что-нибудь такое. Промышленных помещений. Я не знаю, вдруг что-нибудь попадется. Помещение производственного типа. Помещение промышленное. Промышленное слово он просто глотает. В общем, производственное. Теперь у него... В общем, если... Кстати, вот эта интересная тема. Промышленный и условно-производственный одно и то же. Это называется как раз дополнительные релевантные фразы. ДФР. Вот. В Директе, если вы помните, у нас в Директ-коммандере есть как раз галочка, которая по сути... Ну, она сейчас не галочка. Как бы включить-выключить не работает. В процентном соотношении у нас есть дополнительные релевантные фразы. Вот если вы хотите использовать релевантные фразы, и вы уверены, что Директ сделает все окей вместо вас, то часть запросов, в принципе, можно через дополнительные релевантные фразы пускать. Но я бы так не стал делать. Я лучше вот таким образом все перепаршу, потому что тогда буду знать точно, с какого запроса все пришло. Потому что просто знать о том, что люди пришли с дополнительных релевантных фраз, это... Мне, например, этого мало. Хотелось бы знать все-таки очень детально. Послестроительная уборка. Ну, нет. Послестроительную уборку мы, наверное, писать не будем. Хотя... Ай, ладно, в общем, почему бы и нет. Я просто попробую, сделаю там что-нибудь послестроительная уборка, полировка, что-нибудь еще. Вдруг что-то такое реально попадется. Механизированную мы уже вписывали. Да, механизированную у нас вроде есть. Механизированная. Механизированная. Логистические центры. Не, не будем. Это уж совсем редко что-то. Мне кажется, если ангар, даже нет ничего. Мол, опоечные машины, пылесосы. Это уже все, это неинтересно. Так, так, так. Двумоторный пылесос. Класс. Банни сауны мы добавляли. Кстати, они уже второй раз. Ну, ладно, это уже то же самое у нас идет по кругу. Я уже чувствую. Уборка помещений можно еще ткнуть. Такого качества извлечения на офисное помещение. У нас офисное есть, поэтому не важно. Комплексная уборка. Понятно. Генеральная уборка. Химчистка в Гомеле. Чего, чего? Как настроиться на уборку жилищ? А, фу, блин. Еще, кстати, ребят, будьте аккуратны. Очень сильно разжижает мозги вот этим заниматься. То есть, что вы будете читать? Вот видите, я у меня даже не могу два слова уже связать, потому что просто полистал там 10 тысяч картинок. Ну, вообще, на самом деле, это скорее исключение, нежели чем правило. Просто тема, где есть какие-нибудь запросы с кучей разных списков мест, где вдруг применяется эта уборка, там ангары, помещения какие-то, утилизация, там что-нибудь такое. Поэтому здесь скорее исключение, нежели чем правило. Во многих тематиках все намного проще. Условно, пластиковые окна и так понятно. У вас слово окна, вы там парсите слово окна, все, что туда входит, там ПВХ, еще что-то. А это скорее исключение. Плюс перемножалка, все-таки она не везде тоже работает. В большинстве случаев, кстати, она наоборот не подойдет. А здесь подходит. Ну, все, вроде бы. Ну, то есть, сухая, мокрая, это все мы брать не будем. Утилизация, так себе какая-то история. Ну, вообще, давайте утилизацию, наверное, еще добавим. Утилизация. Это как раз подойдет к нашим тематикам. Там в бизнес-центрах, кафе, жир, там чистка жироуловителей. Ну, вообще, чистка жироуловителей, я... Кстати, тоже это смешная ситуация, потому что все эти тематики уже были настроены много раз. Я знаю, что, например, чистка жироуловителей, я даже знаю, что это такое. Боже мой. Вот. Это делает далеко не клининговая компания. Все. Я знаю, что это делают в основном те люди, которые чистят канализацию. Также ровно в кафе есть люди, которые чистят вентиляцию, есть чистка канализации. Ну, канализационных стоков и так далее. Они чистят жироуловители. Поэтому сюда добавлять это нет никакого смысла. И все. И отсюда начинается. То есть, какие-то вещи все равно надо изначально знать, или вы туда напихаете все подряд, если вы особенно директолог. Особенно с небольшим опытом. Ну, самое жесткое, наверное, если брать пример, это пример из... А, надо еще один открыть. Давай, еще один кей-коллектор. Это вот пример, например, пищевого оборудования. У него совсем недавно я как раз закончил настройку магазина под пищевое оборудование. Я сейчас сильно палить не буду. Вот. Но там получается... Я не помню, сколько тысяч позиций, честно говоря. Огромное количество позиций. У меня два кей-коллектор файла. С разными всякими вариациями. Ну, самое простое, это есть продукт, это позиции, а есть, ну, скажем так, маски ключей, которые отдельно собирались. Маски ключей, это какое-то конкретное оборудование. Ну, вы не можете использовать только какие-то определенные позиции. Вам надо еще брать что-то выше. Вот. То есть, опять же, например, если в этом случае нам подходит отлично генератор ключей, в этом случае для магазина генератор ключей вообще никак нельзя использовать. Ну, то есть, это полный бред. Вот так. Сейчас я покажу даже для примера. Он просто долго будет загружаться, потому что он большой и объемный. Там после... Там тут, по-моему, чистки я особо не делал именно в этом файле, в этой версии. Тут будет 60 тысяч ключей. Вот. А в итоговом, уже в итоговой рекламной кампании получилось... Это только в одном каталоге. Это называется, по сути, каталог так называемый. Ну, то есть, по сути, вы каталожные позиции берете. Там получилось, по-моему, 45 тысяч ключей. А здесь, вру, здесь плюс-минус 85 тысяч. То есть, после чистки осталось, получается, ну, минус 40 тысяч ключей. Вот. И это все надо будет пересобирать, чистить. Нам подобное. Короче, это офигеть работа. Вот. Но это было сделано. Красненьким, например, было помечено то, что не подходит. Тут есть отдельная группа, отдельная вкладочка, точнее, с группами. Те темы, которые слишком широкие. То есть, какие-нибудь там серии империи, сплит-системы, кондиционеры, которые не относятся, например, к оборудованию и так далее. А есть темы, которые очень, ну, более-менее интересные. Моечные ванны, например, погружные термостаты и прочее. Это все надо отдельно парсить. И потом еще отдельно парсить весь каталог. При этом каталог парсить в виде... Просто брать позиции из условной выгрузки Excel из вашего магазина. Или просто выгрузки EML файла. Это Яндекс.Маркетовского файла, я имею в виду. Там тоже не подходит вариант, потому что надо перебирать разные вариативности. Потому что там, условно, длинный ключ из семи слов. А надо взять только два слова, там, не знаю, коптиль, насеком, вот как в этом случае. Или там коптильная и какой-нибудь номер или что-то еще. Приходится, короче, весь список каким-то образом агрегировать. Это прямо сумасшедшее занятие. Я под это уже даже думаю, надо написать софт. Потому что если этого не будет, то это крайне проблематично. Причем софт, в принципе, относительно простой. Но у него есть куча, тогда придется делать настроек. Потому что, ну, условно, там, сам Key Collector это сделать не может. Потому что он не приспособлен для этого. Для него это слишком тяжело. Но даже здесь, если брать шкафы шоковой заморозки. Вот 31 ключ у всего. То есть, если брать какие-то конкретные позиции, тут практически не будет. То есть, этих шкафов будет там, условно, вот только по некоторым из четырех слов. То есть, плюс фирма. Будет какая-то отдача. Остальное просто шкафы там шоковой заморозки. То есть, обычно даже смысла нет такого делать. Особенно при условии того, что у нас сейчас мало показов. И всякая остальная херня. Ну, в общем, такая история. Шкафы холодильные. Ну, и так далее. При этом еще была сложность в том, что компанию, которая настраивала, это не просто интернет-магазин. Так это еще интернет-магазин оптовый. То есть, нельзя брать просто позиции дешевле. Там, условно, 30 тысяч. Но это и плюс, это упрощение. Потому что там, условно, нет ложки. Нет, тут, кстати, есть ложки какие-то. Или шприц колбасный. Я, например, не знал, что шприц колбасный может стоить 120 тысяч. Вот. Ну, и куча еще других проблем. Например, с тем, что, условно, там 30 тысяч позиций. Значит, 30 тысяч уникальных ссылок. И их надо, естественно, тоже иметь. Самое интересное, что оказалось, что... Ну, условно, я не помню, сколько тысяч позиций. Потому что я начал делать его уже довольно давно, этот магазин. Закончил его уже тоже, в принципе, уже довольно-таки давно. Прикол в том, что в этом магазине оказалось даже не дубли, а триплы. То есть, получается, один и тот же товар с тремя разными ссылками, с разными тремя ценами. Это, блин... Это даже, когда я рассказывал, по сути, не владельцу, а отделу маркетинга. Говорю, а вы знаете, что у вас дубли? Да, вы знаете, что у вас три одинаковых есть товара на один? О, да, это интересно. Я говорю, ну, в общем, это каждый... Ну, очень часто встречается каждый десятый товар такой. Интересно. А вы знаете, что у них разные три цены? Такие, нет, не знаем. Я говорю, ну, вот, радуйтесь. И при этом интересно, что отдел, ну, вот, директор отдела маркетинга, он, короче, уехал на неделю. И нам сдавать проект. Самое главное проставлять эти ссылки. А какие ссылки проставлять мы не можем. Никаким образом не связаться с ним. Он просто не берет трубку. Мы ему пишем, звоним. Никто ничего не знает. Ну, в общем, короче, полный трэш. И это нормально. Это вот как раз работа с нормальным заказчиком. Ну, ладно, я, конечно, извращаюсь, но это скорее редкость, нежели чем... Ну, какое-то исключение, нежели чем правило. Но бывает и такое. Ладно. Так, господа, вы будете задавать вопросы или нет? Я знаю, что много ребят сидит. Ну, директологи есть. Еще куча народа. Или я, опять же, что-то заблокировал, и вы, короче, не можете написать. Потому что я не вижу ни одного, честно скажу, я не вижу ни одного сообщения. Я сейчас попробую обновить страницу. Если вдруг... Блин, господа, я увидел ваши комментарии. Я обновил страницу. Извините. Ну, зато было просто. Давайте сейчас поотвечаю на вопросы, короче говоря. Вот. Пока они все равно парсятся, потом я буду перемножать. Отели-гостиницы нет, не подходят. И Костелы тоже не подходят. Спасибо, Андрюх. Дворы-площадки тоже никаким образом. Потому что это вообще не вариант так настраивать. Отели-гостиницы у них обычно, собственно, есть либо персонал, либо... Ну, в общем, задача была не туда собирать. Так. Я правильно понимаю, что в каждой группе мало ключевиков спарсится? Да, бывает и мало спарсится. Ну, условно, вот я как раз готовый файл показываю. Где-то вон по 35 есть вариант, там 6 ключей. А какая разница, если вы потом можете брать и объединять эти группы, хоть вот так, не знаю. И, по сути, объединять и смотреть все ключи, там 51 тысяч ключей. И сидите на них, чистите их, делите как хотите и прочее. Просто они у вас сразу сейчас разделены. И самое вкусное, что эти же группы можно просто тупо выгрузить и сразу по ним делать рекламные кампании. То есть, что заморачиваться, потом каким-то образом сначала все объединять в список. Ну, это же, ну, в принципе, относительно, это недавний инструментарий, который добавили в Key Collector, когда мы просили это делать. Ребята взяли и сделали. Спасибо им огромное. Все знают, что я ненавижу владельца Key Collector, потому что он почему-то думает, что я всем вам дарю, раздаю на халяву. Ну, в общем, короче, у них проблема с тем, что они не продают массово эти Key Collector, ни партнерской программы, нет ничего. Они очень долго это все делают, но при этом продукт у них реально крутой, и они очень быстро, ну, дорабатывают эту штуку. Вот, поэтому такая история. Приходили ко мне клиенты от Грубунова? Ну, наверное, приходили. Я рад за тебя. У вас слишком много людей, которые так говорят. У меня то же самое я могу сказать о всех остальных людях. Самое интересное, что ко мне очень часто бывает, но я не буду на эту тему сейчас бомбить, потому что, ну, я просто так кратко обрисую, очень часто приходят люди на личные консультации, открываешь рекламную кампанию, а там обычно как, ну, как мы делаем, у нас М-Контекст, мы всегда подписываем рекламные кампании, если это, ну, делают наши ребята. Вот, и также видно, в общем-то, кто делает. Либо, естественно, это агентский аккаунт, и понятно, на у кого ведутся они. Вот, и очень часто я даже отказываю в консультациях, ну, чтобы потом не бомбить. Вообще, интересно, конечно, записи иногда послушать такие. Если, например, у тебя, как ты сказал, несколько одинаковых ниш в одном регионе, тот же клинин, как ты их разводишь на поиски и не делаешь для нескольких их... Ну, если вы еще до сих пор здесь, ребята, я не знаю, когда вы писали эти вопросы. Разводишь их на поиски или делаешь для нескольких эстетических... Я понял. Короче, задача какая, в первую очередь? Вам понять, что хочет клиент. Потому что есть у вас клиент... Вот, этическое соображение, это замечательно. У вас есть клиент, он вам приносит 50 тысяч. Не знаю, он там, введение, например, условно, у вас стоит 10 тысяч, бюджет у него 50 тысяч, вы получаете 15 тысяч. Ну, условно, у вас агентский аккаунт. Вдруг приходит крупная компания и говорит, я хочу вестись у вас, давайте подписываем договор на полгода, минимальный бюджет наш будет 500 тысяч. Ну, как бы, о чем разговаривать? Разговаривать. Этическое соображение, ну, можно по этическим соображениям отказать, но я считаю, это немножечко глупо, раз. И, во-вторых, чаще всего они не одно и то же. То есть, условно, ко мне каждый раз приходят люди с запросами даже на тот же клининг, и у них абсолютно у всех разные запросы, вот именно. Они хотят разные услуги какие-то продвигать. Условно, кто-то приходил с клинингом квартир, вот, последний раз работали в шестнадцатом году. В шестнадцатом, наверное, году. В этом году, я думаю, не работали. Вот. То же самое относится к... Сейчас тему пытаюсь найти. Ну, ладно, неважно. Клининг даже тот же. Есть вот офисных помещений. Это первая, по сути, компания, которую мы так сильно дурочим и делать будем. ТЭКС. Можно сейчас скачать такой кетч? Нет, такой кетч нельзя скачать. Как ты теперь работаешь в Директе после отмены по минимальной цене? Блин, да, вопрос. Ладно, если что, ребята, вы можете еще позадавать вопросы. Сорян, что я не видел. Реально, я могу открыть. Я, короче, у меня их не отображались. Так, так, так. Короче говоря, после отмены по минимальной цене, да ничего не поменялось у меня лично. Потому что либо это бидеры, которые встроены в систему сквозной аналитики, либо это просто оверставка и все. Как раньше работали, так и работаем. По сути, в этом отношении Директ сделал, ну, такую... Я бы не сказал бы, что... Он просто людям, которые заморачивались сидеть на третьей позиции, просто сказал, я больше вам такой возможности не буду давать. Но это вообще странно, потому что в Гугле это есть, например. И почему они отменили эту возможность, я не понимаю. Ну, видимо, они все-таки еще хотят бабок заработать. Но все так же ровно, вы выставляете ставки. Что, теперь есть смысл просто использовать бидеры. Вот мы сейчас делаем вам бидер бесплатный как раз. Можно будет бесплатно сидеть на третьем месте, условно обновляя все ставки. Но мы думаем, как сделать так, чтобы он был в широкой массовой доступности. Вот и все. Какой объем денег на старт в рекламу такой темы надо вкинуть примерно? Ну, для офисов мы специально отказались от квартир. Ребята будут вкидывать в районе 150-200 тысяч по ежемесячно. Ну, у них весь бюджет для старта это что-то в районе 700-800 тысяч с учетом настройки рекламы и сайта. Ну, это не такие большие, потому что клининг квартир, у меня, я говорю, уже были несколько настроенных до этого рекламных кампаний, плюс всем известный Q-Lin, который, ну, если вы в этой, например, теме варитесь чуть-чуть или понимаете, то сразу знаете, что Q-Lin, например, это условно как car price. И у них бюджет на рекламу, не буду говорить какой, а то мне потом дадут по шее. Большой. Есть, например, у тебя, как ты сказал, несколько одинаковых, а, ну, это я отвечал так. Сколько всего клиентов на введении в МКонтексте, что ты имеешь в виду под введением, конечно, на агентском аккаунте или просто введении. Ну, все время разное количество. Кто-то приходит, кто-то уходит. Ну, мы стараемся работать постоянно с кем-то, ну, и так далее. Мне вот интересно, кстати, на тему приходили ко мне клиенты от Горбунова. От Горбунова навряд ли к вам, господин хороший, приходили клиенты. Потому что, когда я это слышу, все-таки я так ржу. Лицо красное. Так. Да, наверное. Почему нет? У меня она загорела, а не красная. Так. Правильно я понимаю, что в каждой группе все ответил. Так. Так, так, так. Ну, все. Все остальные, как я понимаю, убежали, потому что я не отвечал на вопросы, какой я плохой человек. Давайте, пишите вопросы, если... А меня вообще как, что, как слышно? Может, мне опять надо обновить страницу? Смотрим, обновляем, обновляем, обновляем и получаем новые вопросы. Ребята, я честно, я не специально прям при вас это обновил и показал, что у меня просто тупо не обновляются вопросы. Как объединить ключи группы без кей-коллектора? Ну, если у тебя общий список, то для этого вот можно использовать группировщик. Такой вот удобненький. Воденешься, заходишь, закидываешь список ключей, он тебе группирует, потом делаешь сразу объявление. Я, например, так делаю, когда у меня группа большая получается. В кей-коллекторе, например, есть группа, в которой, ну, условно, там 1832 ключа. Ну, для примера. Я беру эти ключи, сюда закидываю их и группирую. Ну, могу даже, вот в новом кей-коллекторе, мы сейчас доделали, будет возможность экспорта в Excel. То есть, можно будет сразу в Excel закидывать и все. Вот. И также группы можно дробить. Ну, тут в зависимости от того, как вы захотите. Вот у вас как раз, что можно раздробить, раздробилось, что невозможно раздробить, не раздробилось. Это самый простой вариант. Да. Так. Частотность потом какую берешь? Общую или? Нет. Я частотность... Я вообще не заморачиваюсь с частотностью, Андрюх, я сразу скажу. Потому что, ребят, с малопоказами никто ничего сказать не может. У меня есть... Я серьезно говорю, надо просто пруфануть, надо залить много видосов. У меня их много лежит, мне просто тупо их объединять. Но у меня есть, например, видос, где есть в группе в одном ключе полторы тысячи показов с учетом минуслов и так далее. На ней висит малопоказов. И ничего с этим не сделаешь. Ровно так же и в обратную сторону. У меня есть ключи, в которых ноль показов. И они висят в группе, там, условно, два-три ключа. И на них нет статуса малопоказов. Короче, нихрена не угадаешь. Поэтому я с частотностью вообще не работаю. Никогда такого столько вначале практиковал, потом понял, что это идиотизм. Как делать заполнение Excel, когда... Слушайте, давайте я попробую видео в другом браузере запустить. Вдруг у меня обновляться будут мои комментарии. Заполнение Excel, когда одно-два объявления, два-три ключа с операторами. Ну, если не хотите заморачиваться вообще, для этого мы в генератор, тоже в новый. Ну, скоро надо релизнуть, мы все не успеваем. Мы добавляем возможность прям сразу добавлять два-три объявления. Где-то у нас была такая кнопка, я уже забыл даже, честно говоря. А вот, добавить дополнительное объявление и добавить мобильное объявление. Вот, то есть можно будет сразу делать. А группировать их можно будет прям группировщиком, группируете и, если нужно, что-то отредактируете в списке, там все довольно просто. Вот, а потом просто добавляете новое объявление. То есть, если хотите, можете так сделать. Нулевые тоже беру, нет. Нулевые я не беру практически. Ну, просто потому что они редко когда попадаются в кей коллектор. Вообще, в кей коллекторе можно поставить, чтобы нулевые тоже попадались, но это такое. Слушайте, а этот парень, который писал, как его там зовут, это не тот же чувак, которого мы случайно тогда в группе обидели. То, что он там, вот, смотрите, ключи там, плюс, все с плюсиками и так далее. У меня они отлично работают, что-то такое было. Ну ладно, я шучу. Что, тоже не обновляется? Что, с кодеками что-то не так? А, нет, просто вы ничего не писали. Ну вот, поэтому, в принципе, самый простой вариант, если делать просто в Excel, потом можно будет вот это выгрузить, все твои страдания отсюда. Это будет довольно удобно. То есть, сгруппировал ключи очень быстро, потом сгенерировал их, сделал, в принципе, плюсики расставились у тебя в дополнительные объявления. И в мобильные объявления тоже проставились плюсики. То есть, отдельные три объявления сделалось, но тебе больше не надо, по сути. Но если тебе три объявления надо дополнительных, ну, можно их, конечно, размножить и прочее, но я считаю, это извращенством заниматься. Вообще, самый простой вариант, потом добавить новое объявление просто с помощью не Excel, а через Direct Commander, Ctrl-C, Ctrl-V, и во все объявления проставил еще одно объявление. То есть, придумывать какую-то хирологию, ну, просто нет никакого смысла. Вот так. Давайте, напишите в чат что-нибудь, чтобы я знал, что оно хоть плюсики, что ли. Ну, чтобы я понимал, что у меня чат бегает, а то я сижу и обновляю, сижу как дурак. Звук, кстати, у него выключил. Ага, все, спасибо, 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 я понял. Так, подскажи, так-так-так-так-так, все-все-все, подождите, все-все-все-все, я понял, там выше есть вопросы. Ну, Костя, подскажи, как анализировать спрос, кроме Wordstat и Google Trends, какие еще приемы подскажешь. Ну, смотря, что тебе нужно, какой спрос тебе анализировать надо. Есть абсолютно разные виды спроса, абсолютно, причем в абсолютно разных нишах. Условно, в опте одно дело спрос анализировать, в, не знаю, товарах по-другому, в услугах тем более. Плюс сезонность тебе, что нужно именно проанализировать? Сезонность, спрос, на каком периоде времени тебе проанализировать? Ну, то есть, слишком много «но». А так можно анализировать многими путями, на самом деле, не только Wordstat и Google Trends. Просто проблема в том, что мы собираем чаще всего те же самые ключи, и мы собираем их на основании чего. То есть, если это контекстная реклама, и мы работаем не со списками таргетинга, да, условно, а именно по контексту, с таргетином по контексту, то есть по ключам. Поэтому наша задача основная – это отталкиваться от инструментов, которые предлагает сам Яндекс и Гугл. Потому что все остальное, по сути, это хуйня. Спайвордс – говно, ну, будем честными. Всякие разные дополнительные системы аналитики – полное говно. Вот мы сейчас интересную штуку разрабатываем, но я не буду сейчас рассказывать. Но она, по сути, будет анализировать только после запуска рекламной кампании. И вот посмотрите... Ладно, не буду рассказывать, потому что рано еще. Тогда сделаем, тогда сделаем. Ты же говорил, что бидер обновляет ставки медленнее, чем автоматизированные автоматические ставки. Да, так и есть. Бидер обновляет их каждые 15 минут. То есть, через 15 минут, а через 15 минут приходит уже новый аукцион. Автоматические ставки действительно обновляют быстрее. Вот, но есть многие люди, которые пользуются бидерами, поэтому, да. Бидер вообще можно так настроить, чтобы он теоретически делал ставки сразу же, чуть выше. Но вы должны понимать, что каждые 15 минут нет практически таких ваших конкурентов, которые каждые 15 минут обновляют ставки. Кроме тех, которые через автоматические ставки работают. Да и то, автоматические ставки, просто поверьте на слово, они не обновляют ставки каждые 15 минут. И вот из-за этого, кстати, наверное, убрали показ блоки по минимальной цене. Просто потому, что это был какой-то, видимо, такой легкий обман самого аукциона. Минус-слова. Можно в одну группу отсортировать или тоже лучше подразделить по темам для дальнейшего. Минус-словом, ну, если имеется в виду какой-нибудь там, опять же, кей-коллектор, то вы разделяете их по темам чаще всего, если мы берем в общей сложности, да. Если мы говорим про одну группу, там, в группах объявлений, то вообще так не надо делать. Я вам могу показать. Я вот недавно настраивал какую-то рекламную кампанию, не анализировал какую-то рекламную кампанию. Можно даже открыть, попробовать в директ-командоре. Там все разделено по группам объявлений. И, в общем, все минус-слова почему-то находятся только в группах объявлений. Ну, в общем, какой-то трэш. Вот так тоже лучше не делать. А если говорить про минус-слова именно, когда вам нужно их чистить, когда вы их собираете на уровне кей-коллектора, либо там в Excel вы это делаете, то лучше всего их, конечно, делить на какие-то все равно тематики. Условно, у вас будут ключи, например, на поиск минус-слова. И минус-слова на RSI. И чаще всего это разные списки. Поэтому тут тоже их стоит разделять. Так, привет, привет, кто пришел. Так, а как ссылки представляешь на каталожные позиции вручную? Нет, ссылки на каталожные позиции стоит просто выгрузить. А вот дальше начинается магия. Потому что вам надо объединить ваши новые, правильно сгенерированные списки какие-то, вот эти группы, которые есть в кей-коллекторе, с вашими ссылками. И это полуручная работа. То есть половину можно сделать автоматом, написать скрипт в Excel или просто найти его в интернетах. Ну, два списка объединяющих. Другое дело, когда у вас часть списка не совпадет. Ну, то есть у вас все равно появятся какие-то другие широкие ключи, что-то там изменится. В общем, проще всего это делать сразу на списке ваших... Ну, короче говоря, там целая технология на самом деле. Но это все равно полуручная. То есть первая часть, это в любом случае проставление ссылок через комбинатор, который просто проходит и смотрит, есть ли совпадение по словам и проставляет ссылку, если да, есть. Вот. Это в Excel можно в макросе. Найти в интернете там таких куча. Вот. А вторая часть, это когда условно у вас там по двум словам совпадение идет, появляется какое-нибудь третье слово, которое там что-нибудь противоречит. Короче, ссылка туда не проставляется. Это приходится делать руками. Если у вас условно было 10 тысяч позиций, при этом проставилось автоматом 8 тысяч, вам повезло. Если проставилось только 2 тысячи, тогда вам не повезло. И тогда надо просто брать тайм-аут и больше времени отдавать директологам проще. Так, вроде все так это идет. Активация до получаса идет, нет, оно идет, ну я уже ответил, до 15 минут через API. А активация через проставление обычных ставок, ну условно через интерфейс до 45 минут. Так. Так. Вопросы что-то пропадают и не отправляют. Это не я, ну вы видите, я как бы не имею никакого влияния. У меня только две руки. Ногами я этим не занимаюсь. Вот. Ну что, неужели на все ответил? Так, подождите, давайте еще раз обновлю страницу, чтобы не надо мне эмоций. Спасибо. Все нормально, все, теперь точно буду знать, что на все ответил. Давайте я еще раз пролистнул, вдруг на что-то еще не ответил. Ну я трансляцию оставлю в группе, пусть лежит. Учитываешь ли такие ключи, как фото-видео, да-да-да. Все остальное у меня уже попропадало, поэтому давайте, господа, задайте еще парочку, может, вопросов каких-нибудь. И я, пожалуй, тогда пойду отдыхать. Вот, ну вообще, на самом деле, надо попробовать побольше стримов таких напроводить и попробовать вариативности какие-нибудь разные тематики брать. Просто обычно не я занимаюсь этими темами, и чаще всего у меня они отдаются полностью моей команде, и я этим не занимаюсь. И это я просто выцепил один из проектов, который нужно делать. По сути, его надо было отдавать сегодня ребятам, но я его не отдал. Я думаю, ладно, хоть посижу, пообщаюсь. Обычно я, конечно, сам этим не занимаюсь. Скажи, ты в РСЯ операторы используешь или когда как? Какие операторы именно? Опять же, смотрите, операторы есть, например, в заголовке. Это, например, можно использовать шаблоны. В РСЯ, они, кстати, тоже работают, просто ими обычно никто не пользуется. А операторы с ключами. Операторы с ключами, то тут отдельная история. Для союзов предлогов и частиц. Слушайте, давай так, Данил, я тебе так скажу, что в РСЯ в первую очередь я закидываю все равно, стараюсь сейчас, на данный момент закидывать все ключи. И даже если есть возможность, я напомню, их переменцовываю между собой. Все почему? Потому что можно выцепить такой аукцион, которого нет у другого человека, у другого участника. Он там тоже будет рекламироваться, но может рекламироваться просто дороже. А при условии того, что я использую огромное количество ключей в этом аукционе, во-первых, в крупных магазинах, которые я как показал, условно, кроссфуд, там в любом случае надо использовать все ключи, которые у вас есть на поиске. Те же самые используются в РСЯ. То есть, камон, использовать какие-нибудь, использовать, не знаю, там, какие-то только широкие ключи или только до 200 показов, это значит, что я убью практически все ключи, которые есть у меня в моей рекламной кампании. То есть, мне в любом случае их придется использовать. Даже при условии, что у них там прочерк стоит, нет аукциона на них или что-то еще, показывать-то мне все равно придется. Вот. Поэтому тут вариантов никаких не будет. Второй момент, если говорить про союзы, предлоги и частицы, тут другой. Кстати, почему я еще большое количество использую ключей? По ключам можно определить хотя бы примерно поисковый запрос, который был изначально. Ведь у тебя в РСЯ, условно, ты не можешь поискать, найти поисковые запросы. А по поисковым запросам чаще всего может прийти человек какой-нибудь совсем левый. Хоть и используя ключ, некоторые используют ключ, ну, например, кухня. Вот я сам знаю прекрасно человека, которому сам же советовал в Калининграде Костя. У него есть сайт по кухням. Мы сделали ему, он делал РСЯ, то есть при моем содействии. У него есть ключ кухня. Сколько надо чистить этот ключ, чтобы он был, ну, по сути, идеальный до бесконечности. Вот. Но с этого ключа идут заявки по 300 рублей. То есть ему отключать его никаким образом нельзя. Вот. Но при этом он добавляет туда кучу ключей кухни, различных вариативностей, да. То, что у него можно спарсить по его Калининграду. И если человек, условно, по этому аукциону прошелся, то можно понимать, что там хоть какой-то левый запрос. Какие-то левые идут через более узкий запрос. И, может быть, стоит его либо остановить, либо в минус-слова добавить второе слово из маски. Вот. Ну, если ты понял, о чем я говорю. Советы для высокого CTR. Да, слушайте, тут высокий CTR получить довольно просто. Это оверставка, первое место, широкий запрос, у которого, ну, и интересный заголовок, чтобы была кликабельность максимальная. Да и все. То есть в первую очередь, первое же правило, основное, оно обычно в разрез идет со всеми остальными. Это первое место. То есть, чтобы получить хороший CTR, нужно занять первое место. Вот у меня прям вчера был прецедент. Нет, сегодня уже, что, сегодня уже суббота или еще не наступил? Суббота не наступил, пятница еще. Вчера парню советовал повысить ставку, но при этом еще появился заголовок 2. И он свалился на, ну, в общем, там целая история длинная получилась. Мы там сидели довольно долго анализировали. В общем, получилось, что у него количество показов уменьшилось. Он провалился с третьего места примерно на гарантию. При этом он повысил ставки. Вот. Но это, скорее всего, случилось из-за того, что ввели заголовок 2. И он заголовок 2 не прописал никаким образом. И, в общем, там получилась некая проблема. Но это я более чем уверен, что с этим случилось. Почему? Потому что при этом AdWords, AdWords на нем повысили ставки. И, наоборот, все пошло вверх. То есть, рынок сам, у него такой специфический рынок. Могло показаться, что начал сезон спадать. Но нет, это именно сам Директ. И он просто каким-то образом там посмеялся над ним. Ну, будем выравнивать. А так, основное это что? Написание хорошего заголовка. При этом используя, естественно, ключевые фразы. Заголовок 1, заголовок 2. Но заголовок 2, сейчас все жалуются, что он не весь влезает. Я просто предполагаю, что заголовок 1, заголовок 2 полностью будет работать тогда, когда они обновят интерфейс. То есть, они сейчас алгоритм обновили. Скорее всего, за этим обновят просто интерфейс. То есть, очень просто. И он будет как в гугле. То есть, там до хрена места помещаться. Сейчас помещается 30 символов. Ну, 33 символа, по сути, как и было в заголовке. Ну, 35 хорошо, сверху. И плюс еще где-то 10 символов помещается в заголовке 2. 10-15. А дальше все это уже убирается, и заголовок 2 не отображается. Но не использовать его, это глупость самая большая, которую люди могут сейчас делать. Типа, забить на все, и ладно. Можно же сделать просто тупо продублировать объявления. И в новых объявлениях добавить заголовок 2. Что я, кстати, посоветовал как раз парню. Вчера. Вот. Все остальное. Ну, там, опять же, те же уточнения. Яндекс.Маркет, если есть возможность. Все прописывать в объявлениях. Но это я, конечно, говорю про поиск. Потому что CTR, по сути, для RSI особо не интересен. Для графических объявлений тесты. Текстовые графические объявления в RSI тесты. Ну, и так далее. Какие вы гарантии в М-контексте клиента предоставляете? За какие показатели отвечаете? В отдельности, если делаете вы сайт, если сайт клиента. Ну, тут все очень сложно сказать. Потому что есть люди, которые приходят. У нас есть вообще такая штука. Она прям... Я специально на этом настоял, когда мы делали CRM-систему. У нас есть... Ну, назовем это страйками. Для вас будет понятней. Потому что вы YouTube обычно интересуетесь. В общем, если человек... Заявка. Получает три страйка. Мы с ней не работаем. Вот. И... Если... Условно, человек из списка... Есть прям список целый вот этих страйков. Начинает задавать всякие вопросы. А-ля... Ну, некоторые вопросы. Или какие-то наводящие мысли. Мы ему страйкуем. И обычно либо... Бывает даже такое, что некоторым не перезваниваем. То есть, условно, говорим... Да-да-да, мы вам что-нибудь вышли. Мы не высылаем. У нас был такой чувак. Я угорал на прошлой трансляции. На какой-то там уже давно даже было. Наверное, месяцев 9 назад. Был чувак. Он... В общем, в каком-то видео я рассказывал про это. Причем на выступлении, на конференции. Но я сейчас расскажу про гарантии. Я просто немножко отвлекусь. В общем, он, видно, не дослушал эту тему. Я просто сказал. Я говорю, мы не работаем с мудаками. И объяснил, почему. То есть, сначала сказал. Да, мы стараемся работать с клиентами. Но при этом мы как бы не всем перезваниваем. Вот. И парень как раз написал. Типа, ха-ха-ха. Мне тоже не перезвонили. Но дальше я прям в прямом, открытом смысле сказал, что я не работаю с мудаками. Вот. Поэтому всегда дослушайте до конца мысли людей. Но не пишите комментарии. До. Про гарантии. Если гарантии имеются в виду какие-то в письменном виде, мы с удовольствием любые можем предоставить. Просто обычно мы ставим ценник в 5 раз больше. Словно, человек говорит. Я хочу, чтобы у меня заявка, как вы сказали, там стоила полторы тысячи рублей. Мы берем условно 150 тысяч, умножаем на 5. И вот получается ценник на работу с гарантиями. Нам интереснее. А вы как хотите. Вам как бы, если хочется гарантии, заплатите за гарантии. По сути, во всех вещах, когда вы берете дополнительные какие-то гарантии, вы за них платите. Просто здесь риски высокие и гарантии дорогие. Вот весь смысл. А если про показатели говорить, за какие можем отвечать, хоть цена клиента, хоть количество клиентов, хоть что, в принципе. По сути, просто люди на самом деле даже не понимают с точки зрения того, что гарантии в нашей стране это в принципе ничто. Даже если вы напишите, если вот даже вот Андрей, условно, если я даю гарантии за лиды по 30 рублей, хоть по 300 рублей, вы даже не понимаете, что я вас могу спокойно обмануть. Причем многие обманывают. Я могу пойти купить на бирже тех же самых заявок, условно, этих заявок по 15 рублей телефонов живых людей, которые будут говорить, да, да, интересно, да, но у вас никогда ничего не купят. И при этом я могу условно накупить их 150, 200, 300 в угоду того, что я вас закрою на 200 тысяч дороже. Ну, то есть, если вам это интересно, ну, это же бред. Я вообще сразу многих клиентов предупреждаю, только если они это не слышат, тогда я им говорю, окей, вот вам там условно плюс 400 тысяч, пожалуйста. За качество, одно дело качество работы, а другое дело качество результата. В качество результатов очень сложно попасть, потому что многие есть очень важные моменты, которые могут поменять все, вообще все. И люди это даже близко не понимают. К вам приходит человек, вот я вам объясню пример, оконщик, приходит к вам оконщик, сделали ему сайт. Вот у меня был оконщик, я вам серьезно говорю, его Сергей зовут. Он за мной два месяца ходил, ну, реально, ну, не ходил, в смысле, звонил все время в компанию, говорит, хочу именно вот лендинг именно у вас. Вот ему понравился какой-то наш лендинг, говорит, хочу именно такой лендинг. Мы ему сделали лендинг. Но перед тем, как делать этот лендинг и вообще проект, я говорю, сколько денег-то есть? Ну, начал общаться. Он говорит, ну, а сколько надо? Я говорю, надо 200 тысяч все равно вкладывать в рекламу и так далее. О, да, вполне, давайте мы это сделаем, это не проблема и так далее. И в какой-то определенный момент у него оказывается только 70 тысяч в рекламу. О каких, блядь, гарантиях можно говорить? Вы эти все гарантии никогда не сможете прописать. Как я могу гарантировать вам там 18 лидов, если вы возьмете и скажете, а у нас нет 300 тысяч, мы вложим только 100? Ну, то есть это все прописывать. Для этого у меня юрист один вот такую вот кипу мне написал и говорит, ну, ты хочешь это подписывать? Я говорю, да ни один в здравом уме человек не подпишет вот такую кипу. Это, знаете, когда оценку квартиры делаете какую-нибудь, там глистов меньше. Глистов, сказал. Листов. Вот. Ну, это же бред. Да, с Сергеями я не работаю. Как раз один из Сергеев, это как раз вот этот Сергей, который... Нет, я не работаю не просто с Сергеями, я не работаю с Сергеями, которые старше 35-40. То есть я с ними просто тупо не работаю. Это тоже, кстати, страйк. Условно, если бы вот Виталий спросил про гарантию, если бы он сказал, здрасте, меня зовут Сергей, он бы получил страйк. То есть если у него еще голос взрослый, там прямо так написано на скобочках, он получает страйк, и мы его, в общем, ему больше не отвечаем. В бэче засовываем, и все. Ну, бэйл, точнее, блоклист. Просто частный вопрос, сколько клиентов будет. Ну, я не знаю, ты просто про что. Если ты уточнишь вопрос, я тебе смогу ответить. Ну, я надеюсь, ты понял, о чем я говорю. Фишка еще в сборе по смежным тематикам. Вот тут сложность, то есть брать и парсить ниш, которые связаны с тем или иным рекламируемым товаром. На самом деле это сейчас не актуально становится при условии того, что Яндекс, если вы не в курсе... Вот давайте я новость открою. Сейчас, секундочку. Сейчас, сейчас, прям быстренько. Вот сейчас даже. Где Яндекс? Новые возможности. Ну, как новые возможности? А, не, подождите, это ссылки на маркеты и соцсети. Нет, это действительно, ну, относительно новые. Сейчас, где тут прям было то, что я бомбанул? Ай, зараза, сейчас. Сейчас, ребят, секундочку. Где тут Яндекс прислал? А, вот, 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 да, 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 замечательные новые возможности, пидорас. Как вам сказать? Здравствуйте, коллеги. Мы заметили, что в некоторых компаниях... Сейчас вот те ребята, которые проходили тренинг директологов или проходят, по сути, сейчас, или, в общем, в ближайшем времени что-то смотрели у меня по РСЯ настройке, вы сейчас почувствуете, что это про вас. Вот прям почувствуйте. Мы заметили, что в некоторых компаниях рекламодатели используют опцию не учитывать предпочтение пользователей. Это тот, который в РСЯ, если вы помните, мы делали две рекламные компании. То есть, первую, ну, потестировать. При этом, вот то, что они пишут сейчас, это такая чушь. Я могу это просто показать на куче рекламных компаний. Это полный бред. Ну, ладно. То есть, принудительно отключают поведенческий таргетинг. Хотя эта технология генерирует львиную долю трафика в сетях. Чего за херня? Во всех абсолютно тематиках это по-разному работает. Открываешь. Вы сами можете посмотреть. Вот в тренинге директологов ребята могут подтвердить. Мы открываем разные темы. И в одном, условно, обычная рекламная компания с поведенческим таргетингом работает, да, хорошо. А в другой работает без поведенческого таргетинга лучше. И приводит больше трафика, больше лидов и так далее. То есть, ну, это херня. Почему? Откуда они? Покажите эти исследования. Их нет. Они просто по какой-то причине хотят удалить эту галку. Меня это бесит. Вообще не понимаю. То есть, идиоты. Ладно. Возможно, они делают это, чтобы разделить сетевые компании на поведенческие тематические. Но вы поняли, о чем идет речь. Потому что об этом, по сути, ну, два года многие это делают. Так дайте нам возможность потестировать. А потом они начинают объяснять, что, пожалуйста, имейте в виду, что эта методика не растит эффективность размещения. Да нам надо потестировать, а не эффективность размещения каким-то образом растить. То есть, вы идиоты, что ли? Нам надо оставить одну рекламную компанию, которая работает, но мы хотим это потестировать. Какого хера вы отключаете это? Ну, то есть, это вообще непонятно. И они объясняют, что это работает лучше, бла-бла-бла. На самом деле, это все пиздеж. Я не знаю, под каким соусом, зачем они это делают, но зачем-то они это убирают. Непонятно, по какой причине. Вот. Как-то так, ребята. Ну, да это нормально, в принципе, я думаю. При условии того, что они не хотят очень большую часть интерфейса Гугла впиливать в интерфейс Директа. Они не хотят нормально работать с Директ-командером, не хотят его обновлять, реально добавлять туда нормальные функции, которые жизненно необходимы. Ну и так далее. Ну, о чем говорить, ребят? Это, ну, это бред. В общем, все идем в Гугл. Уже все равно доказано. Вот почему-то они не показывают исследования, где вот точно можно сказать, что заявка с Гугла чаще всего, вот реально, она дешевле, чем в Директе. И вообще лучше настраивать, естественно, рекламные кампании просто сразу в Эдворте. Но почему же они не прикладывают такие исследования? Вот я уверен, что вот Гуглу надо рассылать вот такие же письма, но почему-то Гугл это не делает. Ну, Гугл вообще политику в России, да и вообще проводит, мол, вам все равно некто деваться, и в Эдворте вы будете рекламироваться. Вот, и, в принципе, наплевать на вас всех. У меня, к сожалению, нет такой флешки. Гугл иногда присылает для агентств, для более-менее нормальных. В общем, присылает кучу промокодов, сейчас не присылает. И раньше еще присылали флешки такие. На них написано Гугл или Эдвордс, а, Гугл Партнерс написано. Вот, ты ее типа втыкаешь и можешь на проектор, в общем, проецировать для своих клиентов какие-то другие, ну, в общем, всякие разные вебинары. Такая вообще херня, такую вообще придумывают. Ну, в общем, это жесть. Вот, в общем, Гугл просто тупо в этом еще, ну, в продвижении своего бренда Эдвордса они еще хуже, нежели чем Яндекс. Вот, но при этом Гугл реально заморачивается с интерфейсами, его перерабатывает, да, делает там, ну, вообще там кучу статистики можно собрать, обновить и так далее. У нас только с 16-го года, с января, появилась возможность в мастере отчетов каким-то образом хоть там собирать несколько рекламных кампаний. То есть почувствуйте вообще, насколько отстает Директ. Это же, а, это кошмар. Я не могу. И они просто единственное, что делают, это убирают галочку не учитывать предпочтения пользователей. Ну, я не знаю, как это обозвать этих людей. Гений? Гений, ну, то есть, нам не понять. Что такое динамическая вставка и есть ли такой оператор кавычки? Есть, конечно, такой оператор кавычки. Только ты не путай динамические объявления и оператор решетка. Если ты про решетку говоришь и про объявления и использование, по сути... Давай покажу на примере. Самое простое показать на примере. Сейчас. Ну, в чем мы сидим, раз уж все равно собираются ключи. Нет, не надо ничего мне обновлять. Сейчас, сейчас покажу. У меня как раз есть рекламная кампания, которую я хотел как раз отдельно в видосик снять. Я понял, что надо снимать видосики на тему всяких разных маленьких фишек, кто как, кто что использует. Потому что ко мне очень много на анализ приходит рекламных кампаний. И можно показать разные всякие люди, используют лайфхаки прикольные. Их можно показывать. Но чувствую я, что людям это не нравится. Вот прям даю зуб. У людей все равно как-то бомбит немножко. Так, сейчас найти надо эту списки. Сейчас, ребята, тут надо найти. Я не помню, как. Ага, все, нашел, нашел, нашел. При этом я хочу показать. Компанию, где не используются решетки. При этом рекламная кампания создана под как раз тему решеток. Аудит. Да, по-прежнему мы делаем бесплатно. Но я не делаю бесплатно аудит. Сразу говорю, если вы к этому... Я не делаю сам. Я таким не занимаюсь. Ну, возьму любую тему. Там устроенного, там Армстронг какой-нибудь. Ну, не важно, что за тема. В общем, смысл какой? Есть фразы. Возьмем одну группу объявлений. То, что это не моя рекламная кампания. Повторю, что вы не бомбили. Что так настроено плохо. Это не моя рекламная кампания. В общем, здесь используется что? Диодные светильники. Обязательно использование двух слов. Кто не знает, квадратные скобки. Это использование очередности. И плюс, в общем, использование обязательно двух слов. Но это можно сделать и другими операторами. Просто смысл в том, что здесь есть 60 на 60, а есть там, условно, там 600 на 600, а есть там 50 на 70. И именно 50 на 70, интересно, а не 70 на 50. Вот. И тут, в общем, какой смысл? Сделаны идеально ключи с точки зрения того, что они просто перемножены. Вот, то есть, сделаны так же, как я делал там в генераторе. Но при этом они не спаршены. Они просто тупо перемножены и оставлены на совесть директов. В принципе, это грамотно. Здесь к этому вопросов нет. Именно к этой теме. Потому что она не самая конкурентная. В общем, человек занимает лидирующие места там, условно, на 20 тысяч бюджет. То есть, копеечный. Вот. Смысл. Как использовать объявление с решеткой? Вот у человека сделано, видите, объявление одно. Ну, то есть, это немножечко неправильно. Оно статическое. Как сделать его, по сути, с заменяемым заголовком? С динамическим заголовком, как вы любите называть. В общем, ставятся просто решеточки. Вот так. Светильники на 600 IP54 у нас. И подменяться будет, естественно, вот то, что находится в решеточке. Вот. То есть, светильники на 600 IP54. Что будет подставляться? Подставляться будет фраза. При этом фразу обязательно надо сделать с большой буквы. Для этого есть такая штука, как изменение регистра. Вот здесь, в директ-коммандере. И вы можете, например, все слова сделать с большой буквы. Ну, прописными, я боюсь, что не есть хорошо. Вообще, кстати, можно потестить для интереса и сделать вот так. Самое интересное, что подставляться будет именно так, как вы пропишите в словах. Просто с 2015 года Яндекс вообще начал относительно, конечно, модерировать и ключи. Не только объявления, но и ключи. Если у вас большие буквы все будут написаны, я думаю, что они просто в модерацию в какой-то определенный момент, ну, в общем, схлопнет это дело. Но теоретически это можно сделать и использовать решеточку и подставляться будет именно вот в таком виде, и именно то, что у вас есть в ключе. При этом, если у вас ваши символы всего 35 без учета сейчас знаков восклицания, точки, точки запятой, ну, и так далее из хелпа Яндекса. В общем, у вас получается символов больше, чем 35, то подставляться по умолчанию будет то, что есть внутри решетки. Решетки сами не считаются словами, они, в общем, нормально пережевываются. То есть, условно, две решетки, это, видите, 30 символов. Одна решетка, это 31 символ. И все. И оно таким образом работает, подставляется. Так. Так, 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 погодите, господа, у меня опять я не то открыл. Сейчас, 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 секундочку. Я просто смотрю, у меня какие-то не те комментарии. Вот такая штука. Кость, а, ну все, на это я тоже ответил. Естественно, то же самое относится к ключам. Ну, в общем, с ключами другая история, их надо тоже обрабатывать. Но прикольно, что вот парень сделал, видите, в таком виде, ну, он, точнее, не в таком сделал, он в таком виде сделал. Но, тем не менее, интересный вариант настройки директа. При этом, у него, он работает. И когда вот сейчас мы его вести будем, мы, я прям сразу говорю, давай тогда оставим именно в том виде, в котором у тебя есть рекламную кампанию. То есть, ключи только через мульти оставить. Но это для меня интересно, потому что будет без парсинга, по сути, создана рекламная кампания. И при этом, ну, то есть, видите, да, основные исключаемые, по сути, маски ключей остаются. И при этом очень интересный вариант с точки зрения того, что можно именно делать вот такие вот объявления с динамическим... Ну, по сути, решетки это шаблонное объявление называется, если уж совсем правильно. То есть, к динамическим объявлениям отношения не имеет никакого. Вот. По сути, это именно шаблонное объявление, которое подставляет просто ключи в ваше объявление с учетом некоторых правил. Вот и все. Все, что это происходит. При этом, может, заголовок, может, заголовок два, что в текст подставлять. Даже может подставлять в отображаемую ссылку, может подставлять, кстати, через решетки, если пропишите, то же самое может делать. Вот. А есть динамические объявления. Динамические объявления – это те, которые работают только в динамических рекламных компаниях. И они работают только для товаров. То есть, если у вас не товарная тематика, не интернет-магазин, то до свидания. Вот. Там только... Там более жесткая модерация. Ну, я сейчас не буду открывать такую динамическую компанию. Но я ее показывал на каком-то вебинаре. Можете поискать, если интересно. Вот. Сейчас она работает все равно хуже, чем компания с ключами. Потому что она находится в бете. И там либо нужен вариант фидов данных в интернет-магазине. Ну, то есть, фид данных – это файл EML Яндекс.Маркета. Либо второй вариант – это через Яндекс.Вебмастер прописывать. Ну, в общем, это и то, и другое. Все это очень геморройно, сложно. И кликов оттуда получаются в разы меньше. Даже при условии полной модерации вашего там списка или нескольких списков вашего EML файла. С маркета больше кликов получается. Ну, и так далее. То есть, там целый геморрой. Но пока в бете, когда доделают, тогда и... Стоимость кликов в таком варианте... Привет, Артем. В таком варианте не будет выше, чем при парсинге. А вот хер знает. Я как раз хочу потестить. Да, если я хочу сделать несколько рекламных кампаний и потестить. Будет ли выше или ниже. У меня есть подозрение, что будет выше. Потому что, во-первых, здесь... Ну, здесь есть много «но». Первое, наверное, «но» важное. Почему здесь это реально может прокатить? Потому что, если посмотреть количество слов. Раз, два, три, четыре. Тут уже само по себе все ключи, то есть полные наборы. Масок, они все уже многосложные. То есть, в ключе здесь как минимум четыре слова. Минимум. Бывает и пять слов. Раз, два, три, четыре, пять. Пять слов. В любом случае, так как ключи очень узкие, нет широких. Тут нет LED светильников, нет диодных светильников. И он прямо сразу сказал, от этих ключей я отказался. Потому что по ним приходят не те люди. Опять же, просто очень узкая тема. Ну, как я вот показывал, там, по кроссфуду еще что-то. Ну, по теме как раз вот этих ключей, где огромное количество. Ну, здесь, ладно, здесь еще двусложные слова. Я не открывал файл с «продактс», это с товарными позициями. Ну, неважно. Поэтому здесь это может сработаться. Но если у вас два слова, и вы хотите там что-то перемножить, то так не пройдет, не прокатит. Ну, вот такая история, ребят. Ой, ладно. Господа, ну вы напишите мне, как вам. Понравилось, что я отвечаю на вопрос? Если интересно, в принципе, можно раз в две недельки такое заводить и делать. Потому что я, по-моему, неделю-две назад запускал. Но я, правда, сидел, по-моему, дегустировал медовуху или что-то такое. Сейчас я пью чай. Можно запускать что-нибудь, настраивать и, в принципе, отвечать на вопросы. Вот. Ну уж извините, что я сегодня никакие лекции не читаю. Мне просто, во-первых, улом. Во-вторых, надо, ну там, как говорится, издалека надо начинать. Потому что, например, парсинг, многие вещи, естественно, я условно упростил. Некоторые вещи я не упомянул, не объяснил, как это работает. Но просто показываю механику некую. Да и то. Я хочу именно заметить, что нет все равно одной какой-то правильной инструкции для работы с теми же ключами или настройки директа везде. Есть абсолютно разные варианты. Я хочу именно варианты показать. Люди некоторые не понимают, что нельзя настраивать все под одну гребенку. Нельзя брать темы разные. Выдергивать, условно, из опта схему сбора ключей для опта и использовать ее для, не знаю, интернет-магазина. Это полный бред. Вы должны это понимать. И везде все это абсолютно настраивается по-разному. Даже интернет-магазины некоторые настраиваются по-разному. Там уже все зависит от темы, еще от кучи всего. Ну, в общем, тут надо думать, пробовать, посмотреть разные темы. Я пытаюсь найти у ребят каких-нибудь схемы именно разные. Все обычно показывают одну схему. Я пытаюсь разные показать. Или набор инструментов, которые можно применять. И показываю, в какой последовательности их, опять же, применяю. Но это надо прям целое какое-нибудь... Дайте я отгадаю. Надо книжку написать. К чему бы я это? Ладно. Надеюсь, понравилось, ребят. Пусть у меня тогда парсятся ключи. Постараюсь еще, может быть, через недельку, может, через две тогда запустить еще раз трансляцию. Может быть, возьму какой-нибудь... А может быть, кстати, и раньше. Потому что в любом случае я буду доделывать директ этот же. Например, буду делать объявления, буду там чистить ключи, еще что-нибудь. И буду отвечать на вопросы. Уж извиняюсь еще раз за то, что у меня... Не видел я ваши вопросы. Иначе бы я на них отвечал сразу. Чат. Он повис. Я ничего сделать не смог. Вот. Ну, ладно. Тогда всего хорошего вам. Хорошего вечера. И с наступлением... Хотел сказать зимы. Осени. Осени. Бабьи, лета и все такое. Давайте. Всего хорошего вам, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.